Ой, мамочки, сейчас как прилетит по карме в ближайшие полтора года. А всё почему? Потому что 29 ноября 2023 года Раху и Кету, наши кармические узлы, меняют своё положение и переходят в транзите в новые для себя знаки зодиака. А значит, у каждого из нас с вами в ближайшие полтора года вектор внимания будет смещён на какие-то новые сферы жизни. И уже так, как раньше не будет. И в этом видео мы с вами будем разбираться, в какую всё-таки сторону изменится судьба каждого из нас и какие кармические задачи стоят перед каждым восходящим знаком, и что надо делать, чтобы максимально благоприятно прожить этот период и как бы наперёд подложить себе соломку. А это канал AstroGuide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Для начала давайте поясню, что такое всё-таки Раху и Кету. Потому что для тех, кто не изучает астрологию, а просто интересуется астрологией, скажем так, в общих чертах для себя, это может звучать как что-то мистическое или даже магическое. Так вот, Раху и Кету — это такие точки на небе, которые символизируют кармический путь человека. Это кармические задачи и тот опыт, который человек должен приобрести в своей жизни, от которого ну никак не отвертишься, не пересидишь втихаря, и в любом случае жизнь будет поворачиваться, скажем так, таким образом, чтобы эти жизненные уроки человек проходил. У кого-то они могут быть радостными, у кого-то не очень. Но у каждого свой путь героя и свои задачи, ради которых он воплотился в этой жизни. И почему же важно отслеживать транзит планет? Потому что транзит планет — это, по сути, текущее положение планет на небе, над нашей головой. И как они в реальном времени двигаются, меняют свои знаки зодиака и инициируют вот эти события и обстоятельства, которые человек проживает в своей жизни. Это, по сути, курьер. И вообще, среди важных транзитов планет мы выделяем всегда три транзита. Это транзит Раху и Кету, о которых мы говорим в сегодняшнем видео, потому что в одном знаке зодиака они пребывают, ну, только полтора года. Также это транзит Юпитера, который считается тоже долгоиграющим, и он один раз в год меняет свое положение. И это транзит Сатурна, который очень и очень медленно двигается по своей оси, и в одном знаке зодиака он пребывает только два с половиной года. И вот эти вот три транзита, за счет того, что они такие тяжелые и длительные, они приносят кардинальные изменения в жизнь человека. Но вернемся конкретно к обсуждению Раху и Кету, к теме сегодняшнего видео. И вообще, Раху считается отрубленной головой демона, а Кету — отрубленным телом. Но историю про этого демона из древнеиндийских писаний я вам расскажу в другом видео, которое будет посвящено у нас непосредственно Раху и Кету. А конкретно сейчас сферы под влиянием Раху — это по сути то, чем хочется обладать, то, куда будет тянуть человека, то, что хочется познать. Но первоначально очень страшно даже сделать первый шаг в эту сторону, хотя вот обстоятельства будут складываться таким образом, чтобы засосать человека в решение этих вопросов. Причем засосать может даже прилично с головой, что даже границ не видно. Это новый опыт, который человек должен познать. Но по этим сферам надо приобретать новый опыт, проходить какую-то даже иллюзию обмана, учиться видеть вещи такими, какие они есть, рассчитывать все точки над И и разбивать свои розовые очки. А Кету, как отрубленное тело, дает отречение от той сферы жизни, по которой будет идти в транзите. Какое-то охлаждение, апатию, философско-духовный подход. То есть эта сфера в какой-то степени может уйти на второй план, потому что человек будет сильно вовлечен в тему Раху. И по сути Раху и Кету, они всегда находятся друг напротив друга. И для того, чтобы что-то приобрести, надо что-то взамен потерять, ну или навести там порядок. И, например, человек получает новую должность и успешно строит свою карьеру, но при этом он начинает меньше времени уделять своей семье и в какой-то степени даже может потерять свой дом. Все это, конечно, индивидуально. Поэтому по Раху и Кету рекомендуется, скажем так, находить баланс, хотя это может быть очень сложно, и стараться избежать перекоса и более осознанно управлять своей жизнью. И, конечно, далее в видео мы, конечно, разберемся, у какого знака и что это будут за сферы в ближайшие полтора года, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Раху и Кету переходят новые знаки Зодиака в транзите 29 ноября 2023 года. И сейчас я хочу сделать небольшое отступление для практикующих астрологов, потому что есть расчет по положению средних узлов, а есть расчет по положению истинных узлов. Средние узлы — это предполагаемое местонахождение Раху и Кету, основанное на средней скорости их перемещения. И, по сути, вот когда не было у нас компьютеров, астропроцессоров, которые считают положение планет автоматически, конечно, проще было взять среднюю скорость и рассчитать. Сейчас же правильнее использовать истинное положение узлов, потому что есть возможность высчитать, когда орбита Луны пересекает плоскость эклиптики, и зафиксировать эти моменты, пусть только и два раза в месяц. Но, тем не менее, пусть будет лучше так. И вот в зависимости от того, какой метод расчета вы используете, получаются разные даты. Если считать по средним узлам, то Раху и Кету уже в конце октября сменили знаки. Если все-таки по истинным узлам, то они меняют свой знак именно 29 ноября 2023 года. И я в своей работе использую истинные узлы и вам тоже советую. Вот 29 ноября 2023 года Раху переходит в знак зодиака рыбы, а Кету переходит в знак зодиака дева. Пробудут они там до 29 мая 2025 года. Раху в рыбах — это, скажем так, специфический транзит, потому что Раху — это товарищ материально нацеленный, а рыбы — это знак духовности и целостного восприятия этого мира, то есть абсолютная противоположность Раху. Это время, чтобы понять и принять тот факт, что все в этом мире абсолютно не случайно. И в тех ситуациях, и в тех обстоятельствах, которые будут происходить в жизни каждого человека, все-таки заложен какой-то более глубокий смысл, чем люди привыкли думать. И вот в эти ближайшие полтора года эти загадки, эти смыслы люди будут пробовать пытаться понять и разгадать. Поэтому, скажем так, темы астрологии, психологии, духовности, эзотерики, ченнелинга и вот так далее все-таки выйдут на первый план. Люди будут все-таки больше погружаться в эти темы и искать ответы на свои вопросы с помощью этих инструментов. И рыбами управляет Юпитер. А Юпитер — это наш гуру и наставник. И он будет помогать людям приобретать вот ту самую мудрость, осознанность, наставлять на правильный путь, принимать тот факт, что все, что не делается, все обязательно к лучшему. Ведь Юпитер в какой-то степени — это все-таки планета оптимизма. И даже если в жизни будут происходить, ну, скажем так, не совсем приятные ситуации, возможно, будет проявляться обман или каким-то иным образом вас могут обидеть, то Юпитер будет склонять все-таки к пониманию того, что это всего лишь опыт, за который пришлось, возможно, и дорого заплатить, но, тем не менее, обидчики послужили учителями и наставниками, за что им также можно сказать спасибо и быть благодарными. Но все-таки добавлю ложку дегтя, потому что одно и то же положение может давать как и положительные результаты, так и отрицательные на протяжении такого длительного периода. И когда конкретно вот в этом вот большом периоде полтора года сработает плюс или минус, мы уже смотрим по дополнительным факторам вашего персонального гороскопа. Так вот, что может быть минусом? Раху может осквернять то поле, в котором находится, а рыбы — это духовность. И получается какое-то осквернение духовности, осквернение религии, осквернение веры. Поэтому у людей вполне могут меняться убеждения, взгляды на жизнь, подходы к жизни и так далее. Но давайте все-таки поговорим, а что есть все-таки вот общего у Раху и у рыб. Правильно, это иллюзия. То есть то, что мы с вами не можем пощупать, но при этом это ярко проявлено в нашем воображении. И с одной стороны, это может быть, ну, скажем так, иллюзия каких-то достижений, результатов, того, что человек хочет получить и чем он на самом деле хочет обладать. И вот он видит эту финальную картинку и думает такой вот «сейчас, сейчас, все получится!», а потом бац и облом, розовые очки разбиваются. То есть в какой-то степени Раху в рыбах дает затуманенность нашего ума. И нет у человека конкретной четкой цели, которую надо достигать. То есть человек мыслит какими-то образами, а у него в голове все так расплычато, как вот на картинке широкими мазками. То есть хочу то, не зная что. Но с другой стороны, эта иллюзия может быть направлена в плюс. То есть в реализацию своих задумок через какое-то творчество, когда вот автор видит свой собственный мир и переносит его в какие-то креативные художественные проекты. Например, музыка, произведения, искусство, фотография, видеосъемка, кинематограф, например, онлайн-реклама, какой-то дизайн, телевидение и так далее. И при таком транзите выражение вот своей вот этой уникальности идет именно через какие-то образы. И важно, чтобы эти образы несли какую-то глобальную цель, философскую идею и были, по сути, направлены на благо общества. Что касается кету в Деве, тоже ему там не очень комфортно, потому что кету — это, по сути, про духовность, про философию, про принятие. И вот ему в знаке рыб, вот, например, было бы очень комфортно повитать в каких-то своих мечтах. Но по факту он оказался в расчетливом знаке Девы, который абсолютно не до мечтаний. И Дева заставляет обращать внимание на детали, качественно разбираться вот с входящими вопросами без какого-либо философского характера и философского контекста. То есть холодный расчет и аргументы. Хотя кету этого ой как не хочется делать, но придется. И именно по той сфере, где транзит кету будет проходить. Если этого все-таки не сделать, то вас могут обмануть, как-то злостно пошутить, кинуть на деньги и так далее. То есть ждите проблем. Поэтому важно вырабатывать вот этот навык практичности и самостоятельно разбираться в решении вопроса, а не пускать, по сути, все на самотек, ожидая какой-то помощи от других людей. И, как говорится, все-таки доверяй, но проверяй. Особенно в период 7 февраля 2024 года по 2 декабря 2024 года. То есть, по сути, весь 2024 год. Потому что кету будет идти по Накшатре Хаста. А Хаста — это такое созвездие, которое все-таки может давать обманы, мошенничество. И тут надо быть очень аккуратными. И все-таки давайте еще обсудим, что общего может быть у кету и у знака Дева. А это милосердие и служение другим людям. Поэтому вполне может быть какая-то новая волна эпидемии или какое-то иное событие, другие обстоятельства, которые поднимут актуальность медицинского персонала и лечебных учреждений. А также это касается и простых людей, когда надо просто помочь ближнему, оказать поддержку. И вот это может быть вполне даже в рамках каких-то бытовых вопросов, когда на кого-то из вашего окружения, например, наложили штраф или начали судить. И тут тоже важно вникать в эти вопросы и разбираться. И, скажем так, подводя такую мини-черту, можно сказать, что раху — это сфера, в которой стоит приобрести новый для себя опыт, найти новые смыслы и внедрить их в свою жизнь. А пакету — это сфера, в которой надо просто навести порядок и расставить все точки над «и». И главная фишка правильного понимания этого транзита, то есть в целом оси раху и кету, заключается в том, что пока вы не проработаете сферу кету, не наведете этот порядок, вы не сможете пойти развиваться по сфере, где стоит раху. То есть вы постоянно будете встречаться с какими-то обстоятельствами и препятствиями, которые будут тормозить ваше развитие. И вот это важно запомнить. Но давайте перейдем к трактовке транзитов раху и кету для каждого восходящего знака. И первым по традиции — это, конечно же, будет восходящий овен. У овнов раху будет находиться в 12-м доме, а кету — в 6-м доме. Начнем с обсуждения кету, то есть со сферы, в которой надо навести порядок и расставить все точки над «и». Шестой дом — это у нас долги, враги, болезни, какой-то тяжелый рутинный труд, забота и служение другим людям. И в первую очередь тут важно расквитаться со своими долгами. Если у вас есть кредиты или иного характера финансовые долги, то в эти полтора года есть очень большие шансы, что вы можете их погасить, ну или, по крайней мере, постарайтесь сделать это и не упустите шанс, который может появиться в вашей жизни для того, чтобы решить этот вопрос. Это могут быть также финансовые вопросы другого характера, когда, например, вам банально не хватает денег на свои желания, на свои мечты, на какие-то базовые потребности. И вот тут также надо сесть, разобраться, почему так происходит в вашей жизни и подумать, а как решить этот вопрос. Например, надо реорганизовать бюджет или найти другие источники заработка. Если же вы с кем-то враждовали, судились, то эта история разборок тоже должна обрести какой-то вот свой конец, и в ней должна быть поставлена жирная точка. То есть ставим эту точку и вычеркиваем эту ситуацию из своей жизни. Еще тема здоровья. Очень важно пройти полное обследование и убедиться, что у вас на самом деле все в порядке. Если вдруг обнаружатся какие-то проблемы, обязательно надо разбираться и вникать в то, что вам говорят врачи. То есть подлатать себя, где необходимо, и также закрыть этот вопрос, а не пускать все на самотек, и серия авось само пройдет. Нет, само оно не пройдет. И рекомендации врачей надо соблюдать, выстраивать правильный образ жизни, правильный распорядок дня, правильное питание, добавлять физическую активность, пить витамины и так далее. Но вы должны опять же понимать, что у каждого ОВНа все это будет индивидуально. И то, что я сейчас озвучиваю, это всего лишь общий прогноз. То есть кто-то из ОВНов будет проходить конкретно медикаментозное лечение. Кому-то достаточно будет обратиться, например, к нутрициологу и изменить свое питание. Кто-то может обратиться просто к друзьям за советом. И также этот транзит будет поднимать вопросы, связанные с вашей работой. Особенно, если вы работаете в найме. То есть против вас могут плестись какие-то интриги. Вы можете быть втянуты в какие-то подковерные офисные игрища. Либо у вас на работе может быть постоянный обвал, бардак в делах, бардак в отношениях с коллегами, вот в субординации. Кто-то может манипулировать вашей добротой и просить помощи. И вы, собственно, будете заложником ситуации. То есть таким офисным планктоном, который вынужден решать много вопросов. И вот чтобы такого не было, а жизнь будет однозначно подкидывать вам такие ситуации, берите все в свои руки и наводите порядок. То есть выстраивайте правильные рабочие границы, наводите порядок на своем рабочем месте и в документах, оптимизируйте все процессы. Иначе сработает самый простой и банальный вариант. Это увольнение. Когда просто хочется убежать от проблем и скрыться. Но поверьте, пока идет, собственно, этот транзит, а его обещания длятся полтора года, то где бы вы ни работали, вы везде вынуждены будете проходить этот опыт. И от смены декораций суть не поменяется. И вполне может быть такая ситуация, что вы, если не решите эти вопросы, просто долгое время будете сидеть без работы, восстанавливая свой ресурс. А потом что? А потом все по новой. И в целом эти же рекомендации, они касаются и вашей обычной бытовой жизни. То есть следует навести порядок в отношениях, в делах, в закрепленных обязательствах за каждым членом семьи. Можете даже со своими родными прописать договор со штрафными санкциями. Иначе вы будете жертвовать своими интересами и своими желаниями, потому что вас постоянно будут дергать. И надо быть вот здесь и сейчас, чтобы решать вопросы других людей и тушить вот эти пожары других людей. А на себя времени не будет. И тогда вообще о каком росте и о каком развитии может идти речь. И вот как раз таки развитие раху в 12 доме. То есть 12 дом сам по себе имеет достаточно обширную трактовку. И с одной стороны это дом потерь и изоляции, но не пугайтесь сразу, сейчас мы с вами все обсудим. А с другой стороны это также дом вот прозрения, новых смыслов, уединения, каких-то дальних поездок. И раху, который будет находиться у вас в 12 доме, он будет склонять вас к поиску каких-то новых смыслов в своей жизни, в том, как вы живете, в том, как вы действуете. Именно вот это желание найти ответы на свои вопросы может загнать вас в какую-то, скажем так, вынужденную, искусственно созданную изоляцию, когда вот надо побыть один на один с собой, поговорить с собой по душам, либо наоборот, уехать куда-то даже далеко за границу, чтобы также вот сместить фокус своего внимания и посмотреть на свою жизнь, скажем так, с высоты птичьего полета. То есть поменять какие-то жизненные принципы, жизненные смыслы, которых вы придерживались ранее. И 12 дом, это также у нас про мечты, про визуализацию своих желаний. И вы можете начать тратить много своего ресурса, как материального, ну, типа деньги, покупка оборудования какого-то, либо иные инвестиции, это могут быть для реализации своих желаний. Так, собственно, и нематериальные, когда время, энергия, свои знания и вот так далее тоже вкладываются в свои мечты. Фишка в том, что пока Раху будет находиться в 12 доме, то есть ближайшие полтора года, эти цели и желания, они у вас не будут еще достигаться очень быстро, так как бы вам хотелось. То есть вы все время вкладываете, вкладываете, но как будто не видите результата своего труда и вложений. И это может приносить в вашу жизнь определенные расстройства и переживания. Но тут главное не опустить руки, а принять тот факт, что результат будет, но позже, когда Раху зайдет водолей. Это будет 11 дом наград для вас, и это будет спустя полтора года. А сейчас вот это период, когда вы работаете на зачетку, чтобы в последующем вот эта зачетка работала на вас. То есть вкладывать и вкалывать надо сейчас, а результаты будут позже. И, конечно, с таким транзитом по сути можно обратиться за помощью к психологу, к астрологу, либо к иным специалистам, поддерживающим практик, чтобы проработать свое психоэмоциональное состояние и не опускать руки. То есть, чтобы поддерживать свой запал, свою мотивацию, которая у вас есть. Также для этого можно заняться йогой, медитациями, например, чтобы успокаивать свой ум. Тут, по сути, любые методы хороши. И в целом, это также прекрасный транзит, чтобы посмотреть на мир по-новому, изучить другие культуры, другие подходы, другие принципы, которые вы можете внедрить, как в свою бытовую жизнь, так и в свою профессиональную деятельность. Ну, например, занимаетесь вы дизайном интерьера. То есть, есть определенные тренды и правила, которых надо придерживаться. И, по сути, все так делают, потому что это популярно. А вы попробуйте вдохновиться другими культурами или вообще даже другими направлениями дизайна. Найти какие-то новые фишки, новые инструменты, новое сочетание цветов, которые будут передавать непосредственно вашу уникальность. Или, например, вы даже можете запрести какой-то свой новый стиль или реанимировать старый стиль, но со своими особенностями, который тоже может вполне стать трендом. И через вот эти стили транслировать какие-то смыслы в массы. И также этот принцип вполне можно переложить абсолютно на любую сферу, хоть на бизнес, хоть на инженерное дело, организацию бытового пространства. То есть абсолютно везде. Так что в любом случае все новое, помните, что это хорошо забытое старое. И тут вообще в ближайшие полтора года есть место, где разгуляться вашей фантазией, поисследовать, поизучать. Ну и, конечно, Раху у нас дает свой аспект на четвертый дом гороскопа. Значит, в этот период будет подниматься тема недвижимости. И вполне возможно проживание для вас либо в другой стране, когда вы поедете в путешествие. Либо вы можете проживать где-то с иностранцами или с чужими людьми под одной крышей. Но, опять же, обстоятельства будут у каждого свои. Также четвертый дом это у нас сфера автомобилей. И актуальным будет вопрос купли-продажи. Например, вы можете продать свой старый автомобиль и пригнать для себя какую-то новую иномарку или новый автомобиль из-за границы. Также это у нас тема матери, отношений с ней и ее здоровье. Поэтому вам придется все-таки больше проводить времени с мамой, помогать ей, возможно, возить по врачам, помогать по хозяйству и так далее. И также Раху у нас аспектирует восьмой дом гороскопа, а это деньги наших партнеров и клиентов. И, например, ваш супруг может иметь какие-то заработки из-за границы. Также у вас могут появиться какие-то иностранные клиенты, если вы там занимаетесь консультацией, либо оказываете услуги, продаете товары и так далее. И, конечно, это также дом кризисов и трансформаций. И может произойти некая ситуация, которая заставит вас уйти в себя и подумать над смыслом жизни. Либо это будет какая-то вынужденная изоляция, типа госпитализации из-за проблем со здоровьем либо несчастного случая. Либо эта изоляция может быть связана с местами не столь отдаленными и заключением под стражу, но для этого все-таки надо смотреть дополнительные показатели непосредственно вашего персонального гороскопа. Поэтому берегите себя, будьте аккуратны и мы переходим далее к тельцам. Тельцы. У тельцов Раху переходит в 11-й дом гороскопа, а Кету переходит в 5-й дом. И начнем мы со сферы, в которой все-таки надо наводить порядок, расставлять все точки над И. это Кету в 5-м доме. 5-й дом это обучение и приобретение новых навыков. Поэтому, если вы начали проходить какие-то курсы, начинали изучать какую-то для себя новую тему, то эти знания надо вам систематизировать и довести до конкретного результата, чтобы вы могли их в последующем применять на практике. То есть тут надо конкретно взять, изучить, применить, навести порядок в своих знаниях, чтобы потом получать плюшки по раху в 11-м доме. И, кстати, полезно также проходить курсы по астрологии, по хиромантии либо по каким-то похожим эзотерическим направлениям, связанным с духовностью. И вот, кстати, мой канал вам в этом вполне может помочь. Также 5-й дом у нас это еще про таланты. И вот, кстати, поиск ответа на вопрос «А в чем же заключаются мои таланты? В чем же моя сила?» может сподвигнуть вас проходить новые курсы, получать новые знания. А также вы можете попробовать в целом вспомнить, чем занимались ранее или, например, чем занимались в детстве и начать также применять эти навыки в своей жизни и в своей даже профессиональной деятельности. Пятый дом это у нас творчество, создание каких-то новых проектов, возможно, творческих проектов или проектов, связанных с созданием интеллектуальной собственности. Но тут помните, что особенно на протяжении 2024 года, когда Кету у нас будет идти транзитом по созвездию Хаста, ваше творчество, ваши идеи, ваши проекты или вот авторское право кто-то может украсть, присвоить себе или перепродавать незаконным образом. И также Кету в пятом доме у нас поднимает тему детей, в которой вам также надо навести для себя порядок. Если у вас есть дети, то это может означать, что со своими детьми вы будете проводить меньше времени и они будут предоставлены по сути сами себе. То есть они должны быть более самостоятельными, более взрослыми, более ответственными. Например, когда они сами ходят в школу, сами готовят обед и ужин, в то время как вы занимаетесь своей карьерой и своими проектами. Если у вас дети более взрослые, то это в целом может означать, что ребенок сепарируется от вас или переедет в другой город, в другую страну. Этот же транзит, но, конечно, при дополнительных указаниях лично вашего гороскопа может дать вам беременность и рождение ребенка, причем абсолютно незапланированное, как бы странно это не звучало. И еще по детям у нас может быть такая ситуация, что именно ваши дети могут наткнуться на мошенников и их может кто-то обмануть, особенно в 2024 году. Поэтому в целом проведите воспитательную беседу, чтобы избежать каких-то неприятностей. Также очень часто кету по пятому дому дает у нас ремонт. Это не просто перестановка мебели, а именно черновые работы, переклика обоев, смена плитки и так далее. То есть должна быть какая-то небольшая разруха, на место которой придет что-то новое и свежее, в том числе новое пространство, в котором вы сможете творить. Поэтому в общих чертах это темы, в которых вам надо навести порядок и организовать свою работу. И когда вы с этой задачей уже справитесь, то развитие и новый опыт ждет вас в теме 11 дома. 11 дом это дом у нас достижений, славы и наград. И получается, когда вы пакету приобрели уже нужные знания, создали свои проекты, тогда вы с ними смело можете идти в масштаб, представлять широкой публике, распространять через социальные сети, через социальные контакты. Вполне возможно, что именно благодаря своим знаниям, благодаря своим навыкам вы можете даже познакомиться с новыми и даже влиятельными людьми. То есть создать какой-то клуб единомышленников, обрести популярность в определенных кругах, получить награду или какие-то другие плюшки как результат своих стараний. И также эта сфера у нас в дополнительных заработках, премий, поэтому вполне возможно, что за свои старания вам могут повысить зарплату на работе, выписать премию, которую вы не ждали, подарить какой-нибудь сертификат или иного рода подарок и признание. И Раху у нас по сути еще раздувает желание иметь больше денег, иметь больше этих наград и быть лучшим. И в целом, если уж говорить так про таланты, то вы их вполне можете монетизировать абсолютно любым образом. Потому что 11 дом это также дом предпринимательства. И кто-то из вас вполне может создать свой бизнес. И он может быть как основным источником заработка, так и дополнительным. И это кстати вполне может быть бизнес даже с кем-то из ваших братьев и сестер или с кем-то из друзей. Но помните про смыслы, что такой транзит обещает, что все-таки вы будете больше времени проводить вне дома. И вот именно социальный капитал, социальное общение, время провождения со своими друзьями, какие-то новые знакомства это та сфера, в которой вам надо развиваться и проявлять себя. Сразу может быть конечно страшно, но при этом внутри себя вы будете испытывать такое сильное желание и эта идея будет вот постоянно крутиться у вас в голове. Поэтому с каждым мероприятием, с каждым выходом в свет ваш навык презентации себя, позиционирования себя, он будет только развиваться и вы уже будете чувствовать себя как в своей тарелке и жаждить новых контактов и новых связей. Также Раху из 11 дома дает свой аспект на третий дом и поэтому ваше позиционирование в СМИ, в социальных сетях будет как нельзя кстати. Возможно вы даже займетесь вести свой блог, создавать литературные произведения. Либо это опять же создание клуба единомышленников и организация интересных мероприятий, встреч с друзьями, веселое времяпровождение в хорошей компании, но при этом с пользой типа какого-то нетворкинга, обсуждения каких-то вопросов, решения проблем и так далее. Плюс Раху у нас также дает свой аспект на седьмой дом гороскопа. А это вопросы партнерства как личной в целом мы уже с вами обсуждали, что контактов у вас будет очень много, причем это вполне могут быть даже иностранные клиенты, иностранные коллеги. И вполне возможно, что ваше общение будет построено в том числе именно онлайн, то есть не обязательно ездить в командировки для этого, хотя они тоже возможны. И тут главный совет, не очаровывайтесь людьми и не растворяйтесь в них, то есть не додумывайте то, чего на самом деле нет. Старайтесь в целом трезво оценивать людей и их поступки, чтобы потом ваши розовые очки, когда будут разбиваться, вам было не так больно. И это, кстати, может быть даже вследствие того, что, как мы с вами обсуждали, вас могут обмануть пакету и присвоить ваши какие-то авторские права и идеи. В целом вопросы по личной жизни также будут подниматься. Например, если вы холосты, то есть большие шансы, чтобы изменить свой статус, выйти замуж или жениться, ну или как минимум завести какие-то профессиональные связи и даже профессиональный роман или интрижку. Тут уже вы сами решаете, чего вам хочется больше. Поэтому в целом для вас тельцы картина на ближайшие полтора года именно такова. Далее близнецы и у близнецов Раху переходит у нас в 10 дом гороскопа, а Кету переходит в 4 дом гороскопа. И прежде чем реализоваться в профессиональной сфере, надо навести порядок по темам четвертого дома. Иначе, если тыл не прикрыт, то как бы об стену головой не бился, карьеру построить будет очень сложно. Так вот, какие вопросы надо решить и в чем навести порядок, чтобы все было четко? В первую очередь, это вопросы, связанные с вашей недвижимостью и местом жительства. У кого-то из вас появится острое желание сменить свое место жительства. Причем, это не просто какая-то поездка типа в отпуск или на пару месяцев пожить в другой стране. Это будет, по сути, осознанное ваше решение с долгосрочной перспективой, когда надо, скажем так, попрощаться со своей родиной, с местом своего рождения и впоследствии оформлять документы и статус либо в новой стране, либо получать ВНЖ, поддаваться на какое-то гражданство возможно и так далее. У кого-то это, конечно, может проиграться по сути, как переезд в другой город или даже просто в другую квартиру и как следствие это будет регистрация по новому месту жительства или это может быть продажа недвижимости. То есть у каждого из близнецов это будет свой случай, но в общих чертах, в вопросах с недвижимостью и местом своего проживания надо будет ставить точку и вникать в вопросы, которые не сильно-то и хотелось бы вникать. И с таким транзитом вам, конечно, меньше хочется вникать в какие-то бытовые дела, то есть в создание уюта и комфорта дома. Но пока у вас дома будет бардак, вы будете находиться в какой-то черной дыре, которая будет вас засасывать в решение бытовых вопросов. И вместо того, чтобы идти в развитие и рост в своей профессиональной реализации вас будут дергать по пустякам ваша семья и вообще все, кому не лень. И тут не надо думать, что кто-то решит за вас эти вопросы, даже если у вас есть очень надежный супруг, супруга или сожитель. Поэтому проще один раз организовать пространство самостоятельно, решить все вопросы, не откладывать их в долгий ящик, то есть установить какие-то правила поведения, правила распорядка, обязанности и заниматься потом уже собой и своим развитием. Четвертый дом это также про внутреннее состояние, про внутреннюю гармонию, про какой-то свой внутренний стержень, то есть у вас должна быть внутренняя уверенность в своих действиях, в своих решениях, вы должны быть абсолютно непоколебимы, и если у вас есть хотя бы капля сомнений, тут конечно надо поработать со своим состоянием, проработать свои страхи, возможно обратиться за помощью к психологу или альтернативным специалистам, которые помогут приобрести вам уверенность в своих начинаниях. Это может быть иного характера, эмоциональное беспокойство, которое вам надо просто пережить и проработать, то есть избегайте стресс, учитесь с ним работать, и как результат возможно вы сами заинтересуетесь даже такими темами, как психология, или схожими направлениями по работе со своим состоянием. И конечно еще одна главная тема четвертого дома, в которой надо навести порядок, это мама, отношения с ней и ее здоровье. Опять же, у каждого проиграется в своем контексте. У кого-то с мамой могут ухудшиться отношения вследствие какого-то конфликта, или вследствие каких-то нерешенных вопросов. Кто-то с мамой будет меньше общаться, потому что переедет в другой город, в другую страну и будет сосредоточен на решении своих бытовых вопросов. У кого-то проиграется более негативная трактовка вследствие потери матери из-за проблем со здоровьем. То есть у каждого может быть свой вариант, но так или иначе, если есть возможность, то тоже в общении с мамой установите правила, которые будут устраивать всех, то есть выстраивайте личные границы. Ну и конечно, если есть вопросы по здоровью мамы, то без вашей помощи тут не обойтись, и вам придется вникнуть в эту тему, чтобы расставить все точки над и. И только после того, как вы наведете по этим направлениям порядок в своих делах, вам проще будет идти в рост и развитие. А рост и новый опыт ждет вас в теме профессиональной реализации, статуса, карьерного роста, получения уважения в социуме. И именно эти темы и есть для вас точка роста, когда и хочется, и колется. И может быть страшно делать даже первый шаг, но пока вы не решите вопросы по тем темам, которые мы обсуждали выше, никакого профессионального роста не будет. То есть, например, чтобы получить новый социальный статус в стране, например, карточку ВНЖ, вам надо переехать и решить вопрос с недвижимостью. Аналогичная связь может быть выстроена из вашей карьеры. То есть, чтобы получить карьерный рост, новую должность или какое-то новое профессиональное признание, авторитет и влияние среди коллег, тогда придется либо переехать, либо поработать с какими-то своими внутренними установками, страхами, эмоциями, либо это могут быть какие-то частые командировки с проживанием в аренной и казенной недвижимости. например, когда вы останавливаетесь в отеле или в гостях у кого-то. Опять же, у каждого это проиграется по-своему, но в любом случае этот транзит даст вам большие амбиции в плане профессиональной деятельности. То есть, кому-то все-таки захочется получить новую должность, кому-то поработать в какой-то крупной международной компании, кому-то достаточно будет просто личного кабинета, да, кто-то захочет выступить на какой-то масштабной конференции среди коллег и получить вот это признание, похвалу, кому-то захочется закорешиться с более влиятельными и авторитетными людьми своей сферы. То есть, тут масштаб и развитие лежит в плоскости карьеры и социальной реализации человека. И тут важно быть именно профессионалом, как это правильно говорят, от кончиков пальцев до кончиков волос. То есть, каждой клеточкой своего тела, своего мозга вы должны демонстрировать свой профессионализм. И тут не прокатит история из серии просто «Эй, вы все там посмотрите, какой я классный, какой я суперталантливый» и так далее. То есть, для того, чтобы получить вам признание, вы своими поступками и результатами должны показать, что вы и есть тот самый профессионал, которому можно доверять, и что именно вы владеете теми необходимыми инструментами и классно разбираетесь в своей сфере. И, например, если вы работаете с клиентами, то лучше взять меньше заказов и сделать меньше услуг, но выполнить их настолько качественно и довести клиента до конкретных результатов, и тогда эти же клиенты по сарафанному радио приведут вам новых, и это будет гораздо лучше, чем если просто гнаться за количеством, наплевав на качество. Да, денег вы, конечно, сразу заработаете больше, но это будет всего лишь временная история, с которой вам потом придется разбираться. И что еще хочу сказать, это РАФУ нас аспектирует второй дом гороскопа, и это также дает материальные желания и амбиции. И однозначно вам хочется больше денег, и вы будете искать варианты, которые помогут вам больше зарабатывать. И как вариант вы даже можете подписаться на какие-то финансовые инвестиции, конвертацию валют, либо игры с электронными деньгами, или цифровыми деньгами, то есть то, что нельзя пощупать, и то, что делается собственно в электронном виде. Насколько это будет успешно? надо, конечно, смотреть непосредственно на ваш персональный гороскоп, но желание попробовать себя в этом направлении, поиграться, инвестировать однозначно у вас будет. И также раха у нас дает аспект на шестой дом. А это тема долгов, врагов и болезней. Поэтому могут быть какие-то проблемы, споры, конфликты вашей профессиональной деятельности. Кто-то будет стараться вставлять вам палки в колеса, завидовать, препятствовать вашему продвижению, выполнению своих задач. И тут также однозначно следует обратить внимание на свое здоровье, потому что в погоне за профессиональными результатами вы можете испытывать какое-то недомогание, отсутствие энергии и даже профессиональное выгорание. И это ни в коем случае не исключает и других заболеваний. Поэтому очень важно установить режим работы и отдыха, график питания, график заботы о себе, чтобы всегда быть в тонусе. И старайтесь также не прогореть на своих финансовых вложениях и не влезайте в долги, потому что риски вследствие ваших авантюр достаточно высоки. Далее восходящий рак. И у раков рак у нас переходит в девятый дом гороскопа, а гету переходит в третий дом гороскопа. То есть сфера, в которой надо навести порядок, чтобы потом можно было идти в рост, в развитие. Это сфера третьего дома. И тут важно навести порядок в своем окружении, в отношениях с друзьями, с единомышленниками. То есть надо понять, кто из ваших друзей уже отыграл свои роли, а с кем вам еще шагать по жизненному пути. И вполне вероятно, что с кем-то из своих друзей вы поставите точку в отношениях, потому что время прошло и отношения себя изжили. Такой же транзит заставит вас пересмотреть и свои увлечения, свои занятия разными хобби. Может быть вы, ну, сами того не подозревая, распыляли свое внимание на большой круг интересах. И по итогу и тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и никакого конкретного результата. И вот сейчас важно будет понять для себя и посчитать, на что вы тратите свое время, и какой результат вам это приносит. И тут вот эта трата времени, она применима в совокупности и к своим хобби и к помощи другим людям. Ну, согласитесь, в вашей жизни довольно часто появляется такая картина, что вот кто-то вам написал, позвонил, поплакал, и вы как добрая душа срываетесь, отодвигаете в сторону все свои дела на второй план, и вот вовлекаетесь в проблемы и ситуации других людей. То есть, ну, конечно, похвально, что вы хотите всем помочь, но этот транзит, он будет склонять вас, расставлять все точки над И. То есть, это время, когда надо выходить из такого вот банального служения другим людям и неправильного распоряжения своим временем, потому что перед вами стоит на самом деле более интересная задача по раху. Но пока вы не наведете порядок в своих ежедневных делах, пока у вас будет твориться хаос в отношениях, во времени, в своих занятиях, многообразие своих увлечений, которыми непонятно, зачем вы так же занимаетесь, ни о каком развитии речи не идет. То есть, тут важно организовать свое ежедневное пространство, возможно, даже завести календарь, блокнот, распланировать график дел, прописать список задач и оставить только вот самое нужное, ну и так далее. И в целом это касается всего вашего пространства. То есть, опять же, так же рекомендуется, да, там сделать уборку, оставить в пространстве только самое нужное, то есть то, чем вы только будете пользоваться, навести порядок в документах. например, вы можете поменять паспорт или водительское удостоверение или написать доверенность на кого-то из своих близких по распоряжению вашим имуществом, если вдруг вы уедете за границу или, например, вот когда вы будете уезжать за границу, вам надо апостелировать документы. То есть, вот сами подумайте, какие манипуляции с документами конкретно вашей ситуации надо произвести. И обязательно перепроверяйте правильность документов, потому что есть риск допущения ошибок. То есть, например, вы подавались на визу, а там или ошибку фамилии допустили или даты визы другие поставили. Все может быть. И также, если у вас есть братья или сестры, то по такому транзиту ваши с ними отношения могут охладеть, вы станете с ними меньше общаться, может быть, потому что они уедут куда-то или вы уедете, или просто ваш распорядок дня поменяется настолько, что вам просто будет не до них, не будет на них хватать времени. И вот после сфер, в которых вам придется наводить порядок, мы наконец-то добрались до тех сфер, в которых заложен ваш рост, развитие и кармические задачи на ближайшие полтора года. И в чем же это заключается? Во-первых, перед вами встанет вопрос, а в чем же заключается мой путь и моя миссия? И тут для себя, конечно же, надо решить, о какие цели вы преследуете. И тут у каждого проиграется немного по-разному. То есть перед кем-то из вас будут стоять более, скажем так, глобальные цели, например, как создание какого-то массового движения, типа клуба по интересам, когда вы, как наставник, продвигаете некий смысл в массы. И у вас есть единомышленники, которые слушают вас, следуют за вами, и вы становитесь этаким руководителем этого движения. у кого-то будет на более простом уровне, как просто желание и стремление получить руководящую должность в какой-то организации и, может быть, даже вполне возможно, что в международной организации. То есть в любом случае вы можете создать какой-то свой клуб, свою коалицию, свое движение, где вы будете руководителем. Но тут важно быть руководителем именно с большой буквы, то есть создавать целостное пространство вокруг себя, где люди будут находить смыслы, будут вдохновляться, будут привержены вашей идее. То есть вы, как лидер, ведете людей за собой. И тут в целом акцент может быть даже сделан с упором на какие-то философские трактаты, на психологические знания. То есть можно также привлекать опыт и знания других культур и народов мира, внедрять это в свою работу. То есть чем шире вы смотрите на мир, тем лучше для вашего саморазвития и тем интереснее другим людям также следовать за вами. Но также по этому транзиту у вас могут появиться новые наставники учителя, руководитель или советники. То есть люди, которые лучше вас знают эту тему и могут направить вас в правильном направлении, дать совет. Это может быть также и ваш отец. Поэтому ни в коем случае не надо отрицать их точку зрения, а лучше прислушайтесь и подумайте, как вы можете применить эту информацию и внедрить ее в свою жизнь. А то у нас, к сожалению, в обществе так принято, что все любят наступать только на свои грабли, вместо того, чтобы признать, что иногда все-таки со стороны бывает виднее. Но и в целом такой транзит он может дать получение какого-то образования, прохождения курсов. Причем это получение, скажем так, не каких-то поверхностных знаний, а именно приобретение нормального фундаментального образования, которое может в последующем стать даже вашей профессией. Также девятый дом это у нас продальные путешествия в другие страны. И такой транзит кому-то из вас даст эмиграцию. У кого-то из вас появится желание чаще и больше путешествовать, изучать мировую культуру. Кто-то из вас начнет изучать иностранные языки, кто-то может поехать в другую страну на обучение какому-то очень авторитетному учителю, а кто-то может поехать за границу, потому что дали новую руководящую должность, ну или в целом пригласили на работу. И это значит, что в ближайшие полтора года вам также придется поработать над своим имиджем, над своим позиционированием в обществе. Но, конечно, чтобы вести за собой людей, надо обладать определенными качествами, которые вы будете транслировать не только своим поведением и поступками, но также и внешним обликом. То есть тут важно также проработать свой стиль, имидж, внешность, прическу. То есть сформировать личный бренд, который вы будете выводить в масштаб. И Раху у нас также аспектирует еще пятый дом гороскопа. И с одной стороны это может быть какая-то психоэмоциональная турбулентность, но с другой стороны это работа над своим проектом, над интеллектуальной собственностью, добавление каких-то творческих аспектов в свою работу. Ну и, конечно, это еще у нас сфера детей. И в жизни ваших детей могут происходить события, которые вы также активно с головой будете вовлекаться. Например, помогать им в развитии, служить для них наставником и проводником по каким-то темам. Или помогать им развивать их новый бизнес. И так далее. То есть в целом у восходящих Раков картина такая. Далее восходящий лев. у львов раху переходит восьмой дом гороскопа, а кету переходит во второй дом гороскопа. То есть прежде чем идти в развитие по восьмому дому, надо навести порядок по темам второго дома. И в первую очередь это тема правильного распоряжения своим ресурсам. Напоминаю, что ресурсы могут быть как материальные, так и нематериальные. И тут опять же задача стоит в том, чтобы навести порядок в своих делах, в правильном отношении и распределении своих сил, энергий и времени. То есть в жизни человека будут складываться такие ситуации и такие обстоятельства, когда он будет, скажем так, с головой в них вникать и может даже как-то потеряться во времени, не рассчитать свои силы и будет как белка в колесе постоянно вовлекаться в решение этих задач либо в какие-то свои профессиональные обязанности. Поэтому очень важно научиться распоряжаться своим ресурсам, завести календарь, качественно планировать выполнение той-либо иной задачи, расписывать все по минутам, чтобы избежать выгорания или лишнего стресса. И аналогичным образом будет подниматься вопрос и по финансам, то есть по денежным накоплениям человека. И тут самая банальная рекомендация это конечно же начать вести бухгалтерию и избегать хаоса в своих финансовых делах. Перед тем даже как куда-то вкладывать свои деньги обязательно надо сначала все рассчитать, вникнуть в суть вложений, в суть вопросов и не пускать ситуацию на самотек. То есть вы должны четко понимать куда будут вложены деньги, под какие проценты, либо кому вы их одалживаете и так далее. Потому что в целом это уже транзит указывает на то, что вы можете нарваться на мошенников и вас могут даже кинуть на деньги и обмануть, то есть не сдержать свои договоренности даже самые проверенные люди. В целом этот транзит указывает, что вы можете нарваться на мошенников, вас могут кинуть на деньги, обмануть, особенно на протяжении 2024 года. Так что держите ухо востро. И на просторах интернета вы можете встретить такие трактовки, что вот, например, кету отрезает, поэтому не будет никаких финансовых поступлений, и вообще с деньгами в этот период может быть очень и очень туго. Но в своей практике я еще не видела ни одного случая, чтобы при таком транзите человек становился банкротом и терял все возможные деньги и свои накопления. То есть тут даже наоборот, у человека появляется возможность хорошо заработать. Но это могут быть и дополнительные приходы денег, например, какие-то тайные приходы денег, либо деньги из источников, которые вы не хотите афишировать и так далее. И, собственно, обязательно введите учет, наведите порядок в своей бухгалтерии. И, конечно же, траты должны быть у вас обдуманы, аргументированы, обоснованы. То есть помните, что копейка рубль бережет. И это девиз для вас на ближайшие полтора года. Также этот транзит будет склонять вас к тому, чтобы навести порядок в своей родительской семье. То есть выстроить границы в отношениях с родителями, установить какие-то правила и рамки этого общения, либо наоборот заключить какие-то договоренности, ну, например, поведению совместных дел или каких-то проектов. Но в любом случае тенденция такова, что вы будете в какой-то степени меньше видеться со своими родителями и меньше общаться, потому что преимущественно будете заняты своими делами. И также при таком транзите важно следить за своей речью. И прежде чем что-то сказать, как минимум секунд десять подумайте, а стоит ли вообще говорить или стоит ли вообще говорить именно в этой форме. То есть ваша речь, она должна быть конкретной, а не обо всем и ни о чем. То есть, как говорится, меньше слов и больше дела. И тут важно также научиться отличать врагов от своих друзей. И не подпускать к себе людей, которые могут вас выматывать и энергетически опустошать. И вот, когда вы наведете порядок по этим темам, структурируете все свои процессы, то можно тогда идти в рост. И этот рост идет по тематикам восьмого дома. Что это за сферы? Одна из них — это сфера финансов, но не своих, а чужих людей, либо финансов, которые скрыты от глаз простого человека. То есть, либо вы берете чужие деньги и инвестируете в свои проекты, например, кредит, или в вашей жизни появляются люди, которые готовы просто вас поддерживать финансово, например, супруг. Либо это могут быть какие-то неожиданные выплаты, типа страховки, наследство. Также может быть, что вы свои деньги вкладываете в какие-то инвестиции, в игру на бирже и так далее. И, конечно же, восьмой дом — это у нас про риски, про какие-то экстремальные ситуации. Но я не могу вам гарантировать, что для каждого из вас риск будет оправдывать средства. Но, тем не менее, в целом-то будут ситуации, когда вы ходите по острию ножа. И будут ситуации, когда надо делать выбор. Причем это может быть даже самый важный выбор в вашей жизни. Когда либо пан, либо пропал. Либо ваши враги могут поставить вас в такую, скажем, не совсем приятную ситуацию или не совсем приятную позу. И на фоне всех вот этих обстоятельств будет происходить очень сильная трансформация личности. Вообще, этим транзитом даже заложено, что у вас должно в какой-то степени измениться ваше сознание, поменяться взгляды на жизнь. То есть это урок по пересмотру ценностей и познании Тайны Вселенной, каких-то более глубоких жизненных смыслов. И вы это можете делать либо добровольно, если заинтересуетесь, например, астрологией, психологией, эзотерикой. И в целом будете развивать свою интуицию, стараться смотреть на мир более глубокими смыслами. Либо вы к этому придете через кризис, когда в жизни будет происходить такой трэш, и вместо ответов будут одни вопросы. И вот тогда, хочешь не хочешь, а придется поискать смыслы в себе и в своем бытие, и адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Но опять же, у кого-то из львов это будет негативный опыт, а у кого-то наоборот, неожиданным образом на голову может даже свалиться и счастье, радость, и большой мешок с деньгами, которых вообще человек даже и не ожидал. И в какой-то степени это тоже кардинальным образом может поменять жизни и подарить определенную долю славы, которой, кстати, львы по своей природе очень стремятся. Но тут уже лучше посмотреть непосредственно ваш персональный гороскоп. И, конечно, Раху у нас аспектирует 12-й дом, поэтому может давать однозначно заграничные поездки, причем далекие по расстоянию или с длительным сроком пребывания. Плюс вам захочется какого-то уединения, побыть один на один с собой, избавиться от суматохи. Это опять же про переосмысление каких-то вещей и тенденций своей жизни, развитие интуиции, духовности. И также Раху у нас аспектирует 4-й дом гороскопа, а это опять тема недвижимости, внутреннего счастья, отношений с мамой. Поэтому у мамы могут наблюдаться даже какие-то проблемы со здоровьем. Плюс опять же подтверждается тема заграничных поездок. Но вы также можете решать и вопросы иного характера, связанных с недвижимостью. То есть, например, недвижимость перешла по наследству. Или вам просто захочется куда-то переехать, сменить жилье. Но опять же, работа над своим эмоциональным состоянием должна присутствовать. То есть ищите хорошие моменты в жизни и не унывайте. И помните, что тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Далее. Далее восходящие Девы. У Дев Раху переходит в 7-й дом гороскопа, а Кету переходит в 1-й дом. А это Ось Я Партнер. То есть для того, чтобы выстраивать хорошие продолжительные отношения с другими людьми, для начала надо разобраться и навести порядок по темам 1-го дома. А это непосредственно у нас тема самой личности, то есть самого человека. И в первую очередь надо разобраться непосредственно в себе и навести порядок в своей голове. И тут встает вопрос. Вот именно самооценки, самоценности какой-то. И может быть даже такой эффект, что человек сам себя в какой-то степени обесценивает. Он не видит смысла в том, что он делает. То есть руки у него опускаются, и на его самооценку могут влиять в том числе и другие люди, которые обесценивают его и манипулируют. И казалось бы, я вот так вот вкладываюсь, я все делаю беспрекословно, стараюсь на благо другим. Но нет. Нет ни результата, ни похвалы. Ничего человек не ощущает, кроме того, что его по сути больше гнобят и вытирают об него ноги. И как результат, человек просто хочет скрыться от всех вот этих обстоятельств. Закрыться в каком-то своем мирке. У него опускаются руки. Он отказывается от каких-то своих амбиций. И в какой-то степени может даже начать вести затворнический образ жизни. Ну, это совсем не значит, что он прям совсем вот убежит от социальной жизни. Уйдет там в запой, например. Либо начнет увлекаться другого рода интоксикациями, хотя и такой потенциал тоже имеется. Но, тем не менее, в своем мирке ему комфортнее. Дома и стены греют, как говорится. И в целом может даже образоваться у нас такая ситуация, что вы вынуждены будете сидеть дома в четырех стенах, потому что там вам комфортнее. Вот вы ощущаете себя там безопаснее. И вот из дома вас вообще как бы не выпрежь. Либо вы работаете удаленно, и просто это входит в какой-то степени в вашу привычку, что зачем мне куда-то ходить, когда мне и тут хорошо. То есть проснулся, в пижаме поработал, холодильник всегда под боком, и не надо, скажем так, прихорашиваться, мыться, бриться, следить за собой и так далее. Либо может также сложиться другая ситуация, когда вы вынуждены будете находиться дома типа домашнего ареста или по уходу за ребенком. Разные ситуации могут быть, и это уже надо смотреть, конечно, непосредственно в вашем персональном гороскопе. Также благоприятно пройти обследование и провести полный чек-ап своего здоровья, своего организма, чтобы не было сюрпризов. Но если вы это будете делать в 2024 году, обязательно перепроверяйте справки, перепроверяйте выписки, потому что кто-то может, например, вас специально обмануть, подделать диагноз и так далее. Но и в целом есть тенденция нарваться на мошенников, либо этим хитрюгой и обманщиком вы станете сами. Тем более, что транзит кету по первому дому вас также может склонять держать свою жизнь в тайне и не рассказывать о своих намерениях. Поэтому не исключено, что вы можете, например, что-то задумать. Но вернемся к сути. Главная задача, которая стоит все-таки перед вами, это навести порядок в своей голове, хотя что уж говорить, поймете вы это только, когда наступите на грабли. Но тем не менее, что надо делать? То есть это для начала определить, кто вы и что вы, то есть определить свои сильные стороны, похвалить себя за достижения и работать над своей самооценкой, сформировать свой личный бренд, поработать над своим имиджем и позиционированием в обществе, определить для себя, как с вами можно общаться, а как с вами нельзя общаться, каких партнеров и клиентов вы хотите видеть вокруг себя, какой стратегии продвижения вы будете придерживать, на что вы готовы подписываться, а что должно пройти мимо вас. То есть установите сами для себя правила и рамки, в которых вы готовы жить и действовать дальше. И только после того, как вы проработаете вот эти задачи, наведете вот этот порядок у себя в голове, тогда можно переходить к построению качественных и долгосрочных отношений с другими людьми. И, скажем так, отношения могут быть как в рамках личной жизни, так и в бизнес-партнерстве, потому что именно в этой теме заключается ваш рост, новые жизненные уроки, новый опыт на ближайшие полтора года. И если вы в голове у себя порядок не наведете, то так и будете пребывать в розовых очках. Ведь главный девиз такого положения — не сотвори себе кумира. И первоначально вы, ну, прям очень лояльны по отношению к другим людям, да, стараетесь им как-то помочь, подсказать, вникнуть в их вопросы, выстраивать отношения, ну, типа, такой хороший, классный свойский товарищ. Вы помогаете, вас нуждаются, и всё хорошо до поры до времени, пока вас не начинают в наглую использовать, или пока не предадут и не обманут, вонзая нож в спину, ради получения какой-то своей даже выгоды. И вот эти розовые очки разбиваются, и отношения не кажутся уже столь радушными и классными, коими вы себе их рисовали. А всё почему? Потому что араху у нас пребывает в знаке рыб. И как мы с вами говорили в начале этого видео, это иллюзия. То есть иллюзия отношений, иллюзия партнёрства. И ваше воображение со скоростью света рисует такие неимоверные картинки. То есть, например, когда вы холосты и познакомились с человеком противоположного пола, и всё. Вот фантазия ваша сразу пошла в пляс. То есть свадьба, дети, строительство дома и так далее. Либо может быть совершенно другая ситуация, когда вы тоже, например, холосты, поехали в компании друзей на отдых, и тут бац, и происходит курортный роман. Причём, ну, с каким-нибудь иностранцем. И тоже фантазия пошла гулять, как вы женитесь, переезжаете и так далее. Или другой вариант, когда, например, вы замужем или женаты, тогда этот транзит наоборот даст вам выяснение отношений или какие-то качели в брак, ситуации, из которых хочется выйти из отношений, или даже наоборот, пойти на сторону, поискать более позитивные и лёгкие знакомства. Но у каждого будет свой индивидуальный случай. Или вот ещё может быть популярная тенденция этого положения, скажем так, залюбливания своего партнёра. То есть, когда человек с головой уходит в отношения, растворяется в своём партнёре, в своей вот этой второй половинке и начинает ухаживать со всех сторон. То есть, я для тебя то, я для тебя это, я же для тебя хочу как лучше сделать. И как результат, он либо собой пытается заполнить всё это пространство, либо с его стороны, ну, прям очень много дотошной заботой, о которой никто даже совсем не просил. И это начинает действительно раздражать, потому что у каждого человека всё-таки должно быть личное пространство. И вот тут главное научиться разговаривать с партнёром и не просто слушать, а слышать, что вам говорят, слышать потребности своего партнёра. То есть, вам надо установить какие-то правила, установить границы, исследовать им, если вы, конечно, не хотите потерпеть фиаско в своих отношениях. Но это в целом, что касается личной жизни. А вот в профессиональной деятельности один из вариантов такого транзита может поспособствовать даже созданию каких-то коалиций, объединений. Они могут создаваться, например, на почве борьбы с врагом, либо для усиления своей конкурентоспособности. Но и тут помните, что это всего лишь иллюзия партнёрства. И также могут возникать сложности взаимопониманиям, когда каждый может тянуть одеяло на себя, а потом бац, и наставить вам рога. Либо если вы работаете в одиночку, и вам вдруг захочется нанять себе каких-то помощников, нанять команду, то тоже постарайтесь не очаровываться кандидатами, а проверять их на деле. Иначе вы сами будете работать не только за себя, но и за того парня. Ну и в целом, также если вы консультируете или работаете в сфере продаж, то, конечно, такой транзит обещает вам рост клиентов и увеличение клиентской базы. Также Раху даёт свой аспект на 11-й дом. А это дом наград, выигрыши и дополнительные прибыли, формирование нового окружения. И он может сподвигнуть вас, чтобы выходить в массы, представлять себя, в том числе на разных медиаплощадках, вести социальные сети, показывать себя миру через интернет, и на этом также дополнительно зарабатывать. И также Раху у нас даёт свой аспект на 3-й дом гороскопа, и вы вполне можете собирать клубы единомышленников, проводить время в компании с друзьями, ездить в командировки или в поездке на какие-то вот небольшие расстояния, например, на шашлыки с друзьями съездить на озеро и так далее. Также можно оформлять и подписывать какие-то документы. И также этот транзит благоприятен для развития своего хобби или иного увлечения. Но и, конечно, в жизни ваших братьев и сестёр также могут происходить важные события, в которые вы будете активно вовлечены. Короче, подводя итог, для того, чтобы пройти этот опыт максимально успешно, для начала разберитесь в себе, в своей голове, а потом выстраивайте долгосрочные и продуктивные отношения с другими людьми, избегая иллюзий каких-то и обмана. Далее, восходящие весы. И у весов Раху переходит в шестой дом гороскопа, а Кету переходит в двенадцатый дом. И чтобы пойти в рост и пополнение кармической задачи по шестому дому, надо для начала навести порядок, решить вопросы по двенадцатому дому. И что это у нас за сферы? Это в первую очередь сфера отдыха и расслабления. И может быть такая ситуация, когда человек злоупотребляет своим сном, распорядком дня, что может приводить к выгоранию. Поэтому очень важно нормализовать свой сон, восстановить режим дня и отдыха и не допускать лишних перегрузов. А вообще, самому Кету в двенадцатом доме вполне комфортно. И он окунает человека именно в тему рефлексии, заставляет подумать над смыслом жизни, над своим путем, над какими-то более глобальными смыслами и проектами. Но тут, опять же, важно не раствориться в своих фантазиях и воображении, а постараться придать им какую-то более конкретную и понятную форму. То есть структурировать и оптимизировать. У человека могут генерироваться, например, идеи одна за одной. Важно их записывать, фиксировать. То есть как бы выстраивая долгосрочный план, который в последующем надо будет исполнять и приводить в действие. И также в этот период человек может начать видеть даже вещи сны, которые как знаки Вселенной надо попытаться в том числе расшифровать. Но в целом человек и сам даже может начать изучать психологию, астрологию, увлечься какими-то другими эзотерическими направлениями, например, практиковать естественное видение, ченнелинг и так далее. И опять же, тут не просто про духовный рост, а надо выработать и изучить понятные и конкретные шаги и алгоритмы, с помощью которых вы будете практиковать все эти направления. Также это сфера исследований. И в целом, независимо от того, в какой сфере вы работаете, чем вы занимаетесь, вы можете с гораздо большим энтузиазмом вовлекаться в процессы поиска истины, поиска развития новых направлений, своей деятельности, перенимать, например, опыт иностранцев, других стран и переводить это на свой, понятный и доступный для всех язык. То есть упаковывать в какую-то конкретную форму, приводить к каким-то алгоритмам. Ну вот для примера давайте я возьму астрологов, потому что у меня в окружении очень много именно весов астрологов. И вот если вы только начинающий астролог, тогда вам захочется больше углубиться, читать, изучать вот разные источники, слушать разных преподавателей и выстраивать, скажем так, свою систему консультаций, то есть свой подход, то есть раскладывать все вот по полочкам, и это может быть конкретно ваш уникальный подход. Но тут акцент сделан именно на углублении в базу и основу гороскопа. А вот если вы, например, давно уже практикующий астролог, то тут тогда надо копать уже вширь и развивать новые направления, новые виды, искать какие-то новые инструменты, которые потом можно предоставить обществу. То есть делать такие новые открытия по той сфере, которой вы занимаетесь. И это касается абсолютно разных сфер. Но тут тоже будьте аккуратны в 2024 году, когда к хикету будет у нас идти по хасти, потому что есть риск нарваться на мошенников и обманщиков, которые легко могут присвоить себе ваши труды, ваши наблюдения, ваши идеи, или то, куда вы вкладываете свою энергию. То есть есть риск что-то потерять, потому что 12-й дом — это тоже дом потерь. И в целом хорошо по такому транзиту все-таки заняться благотворительностью, оказать помощь, например, наставничество, поддержку другим людям и так далее. И, конечно, 12-й дом — это у нас про путешествия. И это путешествие не совсем ради удовольствия, а поездки по типу ретрита, чтобы переключаться, посмотреть на мир или на ситуацию под другим углом, перенять чей-то опыт. То есть путешествие для развития внутреннего мира, поиска идей и гармонии. Хотя вполне возможно, что даже кто-то из вас может эмигрировать за границу и, скажем так, кардинальным образом сменить свое местожительство. Но самое главное все-таки для весов — это научиться не расплескиваться и не сливать свою энергию, а правильно организовывать свой день, свои дела, круг общения, который, кстати, может придаться хорошей чистке. И лишних людей вы однозначно из своей жизни вычеркните. И когда будет наведен весь этот порядок, то мы переходим непосредственно к реализации кармической задачи. Она как раз заключается в том, чтобы пахать, пахать и еще раз пахать. Но это я, конечно, сейчас утрирую, ведь мы с вами обсудили, что во всем должен быть баланс и выработанный режим. Но если этого не сделать, то какие-то перекосы все-таки стоит ожидать. И, конечно, раху по шестому дому будет склонять к повышенному трудоголизму. И даже если кажется, что вот еще чуть-чуть, еще пару минут, и сейчас я это делаю, поверьте, нет. Вы не доделаете, это иллюзия, и вас просто засосет в круглосуточную работу 24 на 7. Поток дел, который надо будет решать, он будет казаться нескончаемым. Но в более позитивном русле этот период, конечно, можно назвать очень продуктивным. И по итогам этого периода вы все-таки должны прийти к конкретным результатам. Но шестой дом — это еще дом судов, конфликтов, разборок, вражды с кем-то. И тут, как вариант, могут быть проблемы у вас на работе, конфликты с коллегами, кто-то захочет вас подставить, или будут иные ситуации, когда придется бороться со своими конкурентами. И в эти вопросы вас же без вашей воли, без вашего желания будут втягивать. И важно учиться бороться, отстаивать свои границы, хотя по своему характеру вы очень даже миролюбивые дипломаты, которые не любят разборок и выяснений отношений. И поэтому такие ситуации будут для вас точкой роста, чтобы отстоять свои границы, отстоять свою честь и деловую репутацию. И ни в коем случае не надо проявлять милосердия по отношению к своим обидчикам, и пытаться понять их и простить. То есть вообще в идеале заручитесь поддержкой и отрабатывайте хук справа, чтобы наносить ответные удары. И даже если вы захотите просто сменить место работы, чтобы убежать от проблем, то помните, куда бы вы ни пришли, тенденции вашего периода все равно сохраняются. И от смены мест ситуация никак не поменяется. Ну а просто залечь на дно и быть ниже травы и тиши воды тоже не совсем ваша ситуация, потому что вам надо научиться отстаивать себя и свои позиции, а не включать заднюю в мнимых попытках сохранить то, что другие пытаются разрушить. Ну и кстати, это может быть применимо вполне даже к личной жизни, например, когда вы будете с супругом разводиться. Но конкретно эти детали уже смотрятся в вашем персональном гороскопе. И при таком транзите также важно все-таки пройти обследование, заняться своим здоровьем, заняться своим питанием, включить физическую активность в свою жизнь. Хотя вам может показаться на первый взгляд, что у вас не будет абсолютно свободного времени. Но в любом случае это надо внедрять в свою жизнь. Тем более, что мы говорили, что вам надо составить правильный распорядок дня и нормализовать режим работы и отдыха. Если вы это не сделаете добровольно, а будете отмахиваться, то есть высокий риск оказаться в медицинском лечебном учреждении. Причем даже на более длительный срок. И тогда вот представьте, сколько вы времени можете потерять просто впустую, а могли бы потратить на работу. Также Раху у нас аспектирует 10-й дом гороскопа и тем самым подтверждает, что все ваши труды не пройдут зря. То есть есть высокие шансы пойти в масштаб, усилить свое влияние по той сфере, в которой вы работаете, стать авторитетной личностью или получить даже новую должность. И это в целом у нас говорит про приобретение нового статуса. И статус может быть в том числе, как, например, были женаты, развелись, были холосты, поженились, или когда уехали в другую страну, получили ВНЖ, или вы уже в другой стране подавались на гражданство, и вот вы это гражданство в ближайшие полтора года однозначно получите. Также Раху у нас аспектирует второй дом гороскопа, а это дом нашей родительской семьи, материальных и нематериальных ресурсов. И вот в вашей родительской семье могут подниматься какие-то вопросы, которые потребуют вашего активного вовлечения. А что касается нематериальных ресурсов, то про организацию своего времени в целом мы с вами уже поговорили, да, то есть правильно организовываем время, энергию, расходуем силы и так далее. И все-таки еще одной темой второго дома являются наши финансы и доходы. И, конечно, у вас будет очень сильное желание увеличить свой доход, изучать, возможно, даже новые методики или искать новые источники дохода. То есть акцент тут все-таки стоит на увеличении своих сбережений. Но, дорогие весы, хочу озвучить одно очень важное правило. Работать — это не равно зарабатывать. Поэтому обязательно подумайте об этом на досуге, когда будете окунаться в тему 12-го дома. И в целом для вас на ближайшие полтора года прогноз был таким. Далее. Восходящий скорпион. И у скорпионов раху переходит в 5-й дом, а кету в 11-й дом гороскопа. И чтобы наиболее легко и благоприятным образом проходить опыт, который заложен в вашей матрице на ближайшие полтора года, для начала следует навести порядок и расставить все точки над «и» по теме 11-го дома. Что это за сферы? В первую очередь, это круг ваших друзей, знакомых, единомышленников. Возможно, отношения с кем-то из друзей уже давно себя изжили, и вы станете общаться меньше, либо вообще прекратите это общение. И особенно это актуально с февраля по декабрь 2024 года, когда вы можете наткнуться на какую-то ложь и обман со стороны своих друзей или товарищей. Но на место старых однозначно могут прийти и новые друзья-товарищи. И тут в целом можно поработать над тем и решить для себя, какие люди и на каких орбитах по отношению к вам находятся. Вот вспомните, как Солнце находится у нас в центре Солнечной системы, и вокруг него двигаются планеты по своим орбитам. То есть какие-то планеты расположены ближе к Солнцу, какие-то дальше. Вот по аналогии распределите, каким людям вы доверяете больше, а каких надо отодвинуть немного, ну скажем так, на задний план и сохранить отношения с ними на расстоянии вытянутой руки. Также это сфера старших братьев и сестер. Поэтому с кем-то из них ваши отношения могут охладеть. По какой-то причине вы можете начать меньше общаться и проводить времени вместе. Например, кто-то из вас уедет или уйдет с головой в работу, например. Либо вы просто поругаетесь. Одиннадцатый дом — это сфера также высокопоставленных людей, ваших покровителей, например, начальник или какие-то другие авторитетные люди, например, из государственных органов. И то тоже смотрите аккуратно. Не копайте себе яму, если дорожите этими отношениями, потому что есть риск вступить, скажем так, в конфликт, потому что ваш язык, ваш враг. И прежде чем что-то ляпнуть, подумайте в уме и спроецируйте развитие этой ситуации и развитие вообще вашей беседы. Также сфера одиннадцатого дома — это награды, достижения, накопления. И вполне у кого-то из вас может произойти смена работы, либо смена своей деятельности, либо вы получите новую должность, новую статус, статус руководителя или, скажем, статус мамочки, когда вы пойдете в декрет. Но об этом я расскажу немножко далее. И для того, чтобы это получить, важно соблюдать интеллектуальный, разумный и расчетливый подход. То есть вы должны вникать и разбираться в том, что вы делаете. Не должно быть такого, что вы пускаете свою работу на самотек. И серия как идет, так идет. То есть не должно быть, что работа ради работы. И как результат это также принесет плоды в виде повышения ваших доходов, повышения вашей зарплаты. Может произойти даже смена источников вашего дохода. Либо это будут какие-то дополнительные деньги, дополнительные доходы, не связанные с вашей основной деятельностью, которые вы также можете, кстати, скрывать и никому о них не рассказывать. Но, опять же, у каждого скорпиона это проиграется по-разному. И для большей детализации, конечно же, все-таки надо смотреть ваш персональный гороскоп. Но в своих деньгах и в своих доходах вам также придется навести порядок. То есть разобраться, спланировать, сколько и с какого источника вы получаете, каким образом вы получаете деньги и на что вы их вкладываете, на что вы их тратите. И также смотрите аккуратно в 2024 году, не нарвитесь на мошенников, не одалживайте деньги, потому что по итогу вы их можете просто потерять. И вот как раз может быть такая ситуация, что вы, например, одолжили деньги другу, он вам их не отдал, а все потому, что либо сам он куда-то исчез, либо вы его послали, ну потому что долго не отдает. И поэтому происходит такой пересмотр круга друзей. И, собственно, когда вы установите себе правила и рамки по общению с друзьями, высокопоставленными людьми, наведете порядок в своих деньгах, связях, то можно тогда смело переходить к реализации задачи по сфере пятого дома. И именно там находится ваша кармическая задача на ближайшие полтора года. Пятый дом — это у нас в первую очередь сфера обучения. Поэтому вполне возможно, что кто-то из вас будет проходить специализированные курсы, либо курсы по повышению своего профессионализма, либо по изучению каких-то даже новых тем и направлений. Может быть, кто-то из вас поступит даже в университет, но в любом случае это навыки, которые вы не просто изучите как хобби и положите в дальний ящик, а это навыки, которые вы сможете применять в своей деятельности или в последующем даже монетизировать их. Поэтому, когда будете наводить порядок в своих деньгах, обязательно отложите определенную сумму денег на обучение и развитие, потому что 100% они вам понадобятся. Но и когда будете выбирать себе обучение, постарайтесь не очаровываться программой курса или преподавателем, потому что особенно сейчас в инфобизнесе очень много мошенников. Араху в рыбах — это у нас иллюзия. То есть не ведитесь на первое понравившееся обучение, а сделайте, ну, скажем так, небольшую аналитику. Посмотрите, кто еще ведет альтернативные курсы, да, какие есть программы. И уже потом осознанно принимайте свое решение. Я не говорю о том, что вот прям сразу вы сходу нарветесь на какой-то плохой курс. Может быть, наоборот, он как раз-таки и будет самым лучшим. Но на всякий случай лучше перепроверить. И вот, кстати, очень хорошо при таком транзите изучить какие-то духовные практики, новые направления, типа вот психологии, философии, где есть возможность лучше понять и себя, и устройство этого мира в целом. А также пятый дом — это дом влюбленностей и романов. И их в эти полтора года может быть очень-очень много. Вполне возможен роман даже с иностранцем. Но тут в какой-то степени будет присутствовать иллюзия, потому что мы с вами говорили, что Раху в рыбах одевает как бы розовые очки на человека. И есть вероятность, что вы можете очень быстро, например, влюбиться и даже вот полностью раствориться в своем предмете обожания и просто вот у себя в голове навизуализировать такую романтику, которой по факту даже не будет. И вместо того, чтобы просто витать в облаках, постарайтесь свои мечты и идеи воплощать в реальность. И, конечно, самое главное — пятый дом — это дом детей. Поэтому результатом вашего романа вполне может стать беременность. Ну, это я, конечно, все-таки утрирую, хотя у кого-то из вас и такой вариант проиграется. Но в целом Раху в пятом доме — это про сильное желание иметь детей. Поэтому у кого-то беременность может стать вполне случайной, а у кого-то это будет планируемая беременность. И вот результаты благополучия этой беременности надо, конечно, смотреть непосредственно в вашем личном гороскопе. Потому что может быть такой вариант, что вы очень хотите ребенка, планируете, но есть дополнительные факторы, которые вам не дадут забеременеть. И это так и останется всего лишь вашим желанием. Также, если у вас уже есть дети, то это значит, что вы максимально будете вовлекаться в их воспитание, в их обучение, больше времени будете проводить со своими детьми, посещать какие-то мероприятия, устраивать праздники для детей или так далее. Ну или, например, вы устроитесь на работу, где придется работать с детьми. Также пятый дом — это у нас про творчество, развитие своих художественных, дизайнерских, литературных и музыкальных талантов. И вполне возможно, что по этим направлениям вы также можете проходить какое-то обучение или посещать какие-то мастер-классы и в целом посещать какие-то мероприятия, специализированные по этим направлениям. Это также дом развлечений, когда больше хочется посещать концерты, кино, театры и так далее. И вот, кстати, с таким транзитом у вас сможет даже проявиться любовь к азартным играм. Я не могу вам гарантировать, что это закончится хорошо для каждого из скорпионов, но хотя бы разок попробовать однозначно стоит. Плюс также Раху у нас будет аспектировать девятый дом гороскопа, а значит вы будете более тесно общаться и вовлекаться в какие-то проблемы со своим отцом или со своим руководителем, начальником. Вполне возможно, какие-то споры или иного рода проблемы, которые вам придется решать с кем-то из них. Также это у нас сфера путешествий, поэтому вполне для расширения своего мировоззрения, для получения нового опыта, новых знаний, вы можете отправиться в другие страны, где ваши взгляды на вашу жизнь и философия ваша вполне могут приобрести новый вектор. Плюс это также может проиграться, что вы будете передавать свои знания кому-то, ну, например, на работе обучать новых сотрудников, или будете находиться в компании единомышленников и друзей и среди них продвигать какие-то свои новые знания, то есть кого-то чему-то обучать. Также Раху будет аспектировать первый дом гороскопа, и это говорит про работу над своим имиджем. Возможно, вам вполне захочется поменять свой стиль, обновить гардероб, сменить прическу. И это также работа над своим личным брендом и позиционированием, то есть кто вы, что вы и как вы это преподносите, собственно, в обществе. И, конечно, эта тема также здоровья у нас. И я бы сказала, в первую очередь, ментального здоровья, над которым надо поработать. Хотя и физические недомогания, конечно, тоже не исключены. Поэтому, дорогие скорпионы, в общих чертах для вас на ближайшие полтора года картина, собственно, такая. Далее восходящий стрелец. И у стрельцов Раху переходит в четвертый дом, а Гета переходит в десятый дом гороскопа. И получается, что прежде чем идти в рост и развитие по сферам четвертого дома, где заложена кармическая задача для стрельцов на ближайшие полтора года, для начала придется решить вопросы и навести порядок по сферам десятого дома. Что это за сферы? В первую очередь, это сфера профессиональной реализации. И у каждого из стрельцов обстоятельства, конечно же, будут складываться свои. Да, ситуации повторяться не будут. Но в любом случае по сфере десятого дома стоит ожидать каких-то преград и даже препятствий. Например, работали вы долго на одной должности, а потом бац, вас могут понизить в этой должности или перевести в другой отдел. И тут вам надо не просто плыть по течению, а разбираться и вникать в новые обстоятельства, налаживать новые процессы, организовывать заново свою работу. Или, например, работали вы в офисе, а потом бац, и вас перевели на удаленку. И тогда вам надо дома организовать, опять же, свой офис, свое рабочее пространство. Либо, например, вас перевели на другую должность, которая подразумевает частые разъезды и командировки. Либо это вообще может быть работа по свободному графику. Ну или, скажем так, в самом худшем случае вас могут просто уволить, или вы сами уволитесь, и просто какое-то время будете сидеть без работы. Ну или будут складываться, например, другие обстоятельства, по которым вы не сможете посещать офис и ходить на работу, как другие нормальные люди. Либо это также может быть удаленная работа в компании по другой стране. То есть варианты могут быть разные. Однако все равно, оказавшись в этих обстоятельствах, вы должны будете вникнуть, разобраться, почему так произошло. То есть выстроить какие-то новые правила работы, новые профессиональные цели для себя, навести порядок и определить то, по каким алгоритмам вы работаете дальше. Либо еще есть вариант, что это может быть какая-то тайная работа, когда вы не рассказываете, где вы работаете и кем вы работаете, что вы делаете, какие вообще у вас есть планы по дальнейшему развитию. Либо вас руководство может держать в тайне от остального коллектива, либо вы работаете с какой-то секретной информацией, которую нельзя афишировать. И, конечно, 10 дом — это про общение с руководителями, начальством. И если раньше вы могли общаться, например, как друзья, и коммуникация по рабочим процессам происходила у вас достаточно часто, то сейчас ваши отношения вполне могут охладеть, и вас могут отодвинуть немножко на второй план. Также 10 дом — это сфера социального статуса. И тут тоже могут возникать вопросы, которые надо решать. Например, вы живете в другой стране. У вас есть рабочий ВНЖ. И вот вас увольняют, и, соответственно, этот ВНЖ вы теряете. Поэтому придется искать способы и разбираться в вопросах миграции, чтобы сохранить свой социальный статус, или искать новые пути по приобретению вот этого нового статуса, чтобы сохранить ВНЖ. То есть потеря социального статуса, которая предназначена этим транзитом, касается абсолютно разных сфер. Например, были руководителем, стали обычным сотрудником. Были гражданином страны, и этого гражданства вас потом лишили. Или были женаты, по итогу стали вдовой или там холостым, по-разному. Ну, а если вам терять нечего, тогда наоборот. Думайте и планируйте в том направлении, как это все можно приобрести, то есть как вывести свой статус и свою жизнь на новый уровень. То есть для стрельцов эти полтора года, можно сказать, немного переломный момент в плане своей реализации. И вам надо для себя решить, чем вы хотите заниматься в своей жизни, в каком направлении вы хотите развиваться в профессиональном плане. Вам надо организовать свое рабочее место, свое пространство вокруг себя. То есть наладить бизнес-процессы, и переходить непосредственно к получению тогда нового опыта, к выполнению своей кармической задачи, которая идет у вас по сферам четвертого дома. И в чем же заключается все-таки этот новый опыт? Во-первых, четвертый дом — это сфера нашего места жительства, а также движимого и недвижимого имущества. Кто-то из вас может просто засесть у себя дома в четырех стенах, например, организовать дома рабочее пространство и никуда не выходить, потому что так удобнее. Кто-то из вас захочет наоборот приобрести новую недвижимость и будет свои усилия прикладывать в этом направлении. Кто-то из вас может просто переехать либо в другую квартиру, либо в другую страну. Кто-то будет заниматься, например, обустройством дома, то есть покупать новую мебель, высаживать сад или огород и так далее. А кто-то, например, из вас может приобрести новый автомобиль, причем иномарку, либо автомобиль пригнанный из-за границы. И, конечно же, это все индивидуально, потому что для большей точности лучше посмотреть непосредственно ваши персональные гороскопы. Ну и, кстати, вполне возможно, что кто-то из вас купит, например, офис или арендует офис, в котором будет создавать свою профессиональную среду. Либо вы, например, сможете открыть свой бизнес и создать таким образом дочерние компании. Либо арендовать офисы и площадки под какие-то обучающие или презентационные мероприятия. То есть вам надо создавать какое-то свое пространство, в котором вы в том числе сможете профессионально реализовываться. Также сфера четвертого дома — это сфера матери и отношений с ней, ее здоровья. И вполне возможно, что в жизни вашей матери будут происходить такие события, которые также потребуют вашего активного вмешательства или влияния. Например, мама заболеет, и вам надо будет к ней переехать или оказывать помощь по хозяйству, смотреть, например, за ней и так далее. Либо это могут быть иного рода ситуации, в которых окажется ваша мама, и вам придется их решать, решать эти вопросы. Плюс четвертый дом — это также сфера гармонии и ощущения счастья. Поэтому вам также придется поискать и понять, а в чем конкретно для вас заключается это счастье. Что для вас значит гармония? Где вы можете расслабляться? То есть что вселяет вам вот этой жизненной энергии и умиротворенности? Но чтобы это понять, надо пробовать, надо искать. Можно сходить в спа, на массаж, поехать в ретрит. Хотя в целом тут даже достаточно начать проводить больше времени со своей семьей, выстраивать комфорт дома, создавать уют. Например, проводить вечера с какао, камина в кругу семьи или за какими-нибудь играми. И четвертый дом — это наши эмоции, которые надо научиться проживать и переживать. И тут можно даже обратиться за помощью к психологу или к близким людям, которые поддержат. Но вот, кстати, Раху дает все-таки свой аспект на восьмой дом гороскопа. Значит, психологию, астрологию, эзотерику и другие вспомогающие практики вы можете изучать вполне самостоятельно, чтобы в большей гармонии и осознанности проживать вот этот период и не идти на поводу своих эмоций. Плюс это сфера каких-то неожиданностей. И абсолютно нежданно, негаданно вы можете получить какие-то страховки, например, касательно движимого или недвижимого имущества, либо наследства. Возможно, вам также придется пойти на какие-то риски, например, когда вы будете покупать квартиру либо машину, либо во время путешествия вы окажетесь в какой-то экстремальной ситуации. И также Раху дает свой аспект все-таки на двенадцатый дом гороскопа, что также указывает и на путешествия, и поездки за границу. То есть происходит временная смена места жительства. Хотя у кого-то это может быть все-таки и миграция. И также этот аспект дополняет нам картину, что для того, чтобы понять суть своего счастья, можно каким-то образом уединиться, уйти в себя, стать немножко отшельником, чтобы научиться слышать себя и свои истинные желания. Либо это тогда станет следствием какого-то стресса и кризиса. Поэтому, как вариант, можно также заняться йогой, медитацией, ченнелингом или, например, во время путешествий отдыхать не только душой, но и изучать, исследовать другие культуры, в которых вы найдете что-то новое для себя. В целом, для вас, стрельцы, картина на ближайшие полтора года такая. Далее, восходящие козероги. У козерогов раху переходит в третий дом гороскопа, а кету переходит в девятый дом гороскопа. И начнем мы разбор этого транзита со сферы, в которой все-таки для начала надо навести порядок, установить правила и поставить точки над «и». И это у нас сфера девятого дома. Значит, первым под прицелом у нас оказывается отец, его здоровье и отношения с ним. На самом деле, у каждого из козерогов будет свой сценарий развития событий, но, тем не менее, давайте перечислим наиболее актуальные. Например, ваш отец может заболеть, и вам придется вникнуть в эту проблему и навести порядок в его образе жизни, помочь как-то с лечением и так далее. Либо ваш отец может нарваться на каких-то мошенников или быть обманутым по другим вопросам, и вам также предстоит разобраться в этой ситуации. Или, например, вы работали вместе с отцом, у вас был совместный бизнес, и в эти ближайшие полтора года ваш отец, например, может отойти от дел, и вы будете вынуждены заниматься всеми процессами самостоятельно, то есть брать на себя образы правления, брать эти образы правления в свои руки и становиться лидером в своей деятельности. Также ваши отношения просто могут охладеть, и вы станете меньше общаться, потому что у вас будет очень много своих дел, своих дел и забот. А у кого-то из вас отец может даже уйти из жизни. Но даже если вы станете меньше общаться по вашей инициативе, то не надо прекращать общение и серии, ну, мне некогда, а все-таки постарайтесь навести какой-то порядок, установить правила, прийти к какому-то соглашению, которое будет устраивать обе стороны. И эта же тема касается и вопросов с государством, вопросов с властью, либо какими-то влиятельными и авторитетными людьми, когда они, например, обещали вам одно, а по факту будет получаться совершенно другое. И как результат вы просто станете заложником ситуации, заложником каких-то вот новых правил, новых постановлений. Может, это будут вполне, возможно, новые законы касательно вашей деятельности, которые вам придется досконально изучать. А может быть, против вас будет выписано какое-то, например, ошибочное постановление либо ошибочный штраф и так далее, да что угодно. Или, например, кого-то из вас, наоборот, специально захотят прижать к стенке и в этот вопрос вам тоже надо будет вникать, наводить порядок и не пускать все на самотек, не верить на слово. И также девятый дом — это сфера обучения наших учителей, наставников. И кто-то из вас может, например, закончить университет, либо пройти какие-то профессиональные курсы и, когда завершит эти курсы, пойти в свободное плавание. Кто-то из вас может попрощаться со своими учителями как в прямом, так и в переносном смысле. То есть, скажем так, все по аналогии, как в ситуации с отцом. И, кстати, в роли вашего учителя вполне может выступать и даже ваш руководитель на работе, которого могут просто снять с должности или уволить. И вы будете вынуждены с ним попрощаться. Но скажем так, что вот этим лидером, руководителем, учителем вы можете стать сами. И перед вами стоит задача навести порядок в своих знаниях, структурировать их и передавать дальше, организовывая все вот эти процессы. И этот транзит, он также очень хорош, чтобы навести порядок в своих религиозных убеждениях. Например, чаще обращаться к Богу за помощью, посещать храмы или монастыри. У кого-то из вас даже может появиться желание поехать в паломничество. Но помните, что на Бога надейся, ну и сам не плашай. Поэтому в любом случае, даже если вы поедете куда-то в поездку, за границу, особенно вот с февраля по декабрь 24-го года, то будьте аккуратны, потому что есть риск наткнуться на мошенников или каких-то людей с хитрецой. Ну, например, либо вас в городе могут развести, либо во время бронирования отелей, либо, например, визовый агент может оказаться нечист на руку. Поэтому организовывайте все свои поездки через проверенных людей официально и не пытайтесь где-то сэкономить. И в целом это были сферы, в которых вам придется подлатать дыры и с практичной точки зрения решать вопросы. А вот в чем же заключается непосредственно ваш рост и новый опыт? А это сфера третьего дома. И в первую очередь это коммуникация, которую вы выстраиваете с другими людьми. Да, вам однозначно захочется иметь больше контактов, заводить новые знакомства, расширять круг единомышленников, расширять круг своих друзей. И это вполне могут быть как новые связи с иностранцами, так и больше общения со старыми друзьями. Однако запомните важное правило. Чтобы быть понятым и принятым, научитесь выражать свои мысли более абстрактно, с ноткой какой-то философии. То есть не как вы привыкли рубить правду-матку прямо в лоб, а речи и посылы должны быть более универсальными. И скажем так, обо всем и ни о чем. В свою речь и в свои монологи добавьте немного воды. И вам это пойдет только на пользу и сделает вас любимчиком аудитории. И почему я говорю про аудиторию? Потому что при таком положении вполне возможно, что кто-то из вас начнет вести свои социальные сети, раскручивать свой блог, выступать на разных медиаплощадках, публиковаться, например, в СМИ или станет гостем на радио. И кто-то из вас может даже написать книгу или создать, например, музыку и записать свою песню. То есть в целом этот транзит хорош для того, чтобы найти смыслы в своем хобби, упаковать их в конкретный результат, в конкретный продукт, и затем распространять этот продукт и эти смыслы на широкую аудиторию. И это не обязательно должна быть какая-то интеллектуальная деятельность. Вполне можно заложить смыслы в продукты, которые вы создаете и своими руками, и которые будут также полезны для общества. Плюс третий дом — это сфера предпринимательства и подписания новых контрактов. То есть кто-то из вас может начать, например, вести свой бизнес. Кто-то из вас пойдет в масштаб и будет заключать новые договора, новые сделки, и особенно, возможно, эти договора будут заключены именно с иностранцами. Кто-то из вас будет собирать, например, просто клуб единомышленников, организовывать мастер-классы и какие-то нетворкинги, либо это будет просто обмен информацией, обмен знаниями, обмен навыками. То есть такая социально активная деятельность, которая в радость. Может, вы даже и какие-то курсы захотите пройти, поучиться новому, каким-то новым хобби, новым навыкам, например, выучить иностранный язык. И также при таком транзите в жизни ваших братьев и сестер, и неважно, младших или старших, могут происходить какие-то важные события, в которые вы также будете очень активно вовлечены. Ну, например, либо кто-то родит, либо кто-то женится, либо кто-то будет также развивать свой бизнес и без вашей помощи не обойтись. А может, наоборот, где-то придется просто выручить в какой-то ситуации. То есть у каждого из вас ситуации будут разные. Но, тем не менее, без активного участия в жизни своих братьев и сестер вы не останетесь. И также РАХ у нас аспектирует седьмой дом гороскопа. А это сфера отношений, брака и бизнес-партнерства. Поэтому, если вы, например, холосты, то вполне можете вступить в отношения с каким-нибудь иностранцем или иностранкой. Если вы, например, в браке, то вам в целом может захотеться каких-то приключений по сфере личной жизни и, скажем так, добавить огонька и пошалить. Либо в целом вам может просто захочется поменять свой статус и жениться, либо, например, развестись. Но, конечно, эту же детализацию лучше смотреть персонально непосредственно в вашем гороскопе. А если вы занимаетесь, например, бизнесом, то однозначно такое положение дает расширение клиентов, новых бизнес-партнеров и общение с людьми за границей. Также Раху аспектирует одиннадцатый дом гороскопа. А значит, вследствие расширения контактов хочется больше денег, больше заработков, больше влияния в своем бизнесе, в своей деятельности. И, собственно, свои силы вы будете направлять в эту тематику. То есть получение признания, каких-то наград, премий, достижения своих целей, увеличение денежных поступлений, развитие своего бизнеса и так далее. Также вы будете чаще встречаться со своими друзьями, проводить с ними больше времени, проводить больше времени с братьями, с сестрами, как мы с вами это уже обсуждали. И в общих чертах для вас козероги. Картина такая на ближайшие полтора года. Расходящие водолеи. И у водолеев раху переходит у нас во второй дом гороскопа, а кету, соответственно, переходит в восьмой дом гороскопа. И для начала мы обсудим с вами положение кету и те сферы, в которых надо навести порядок. То есть все структурировать. Восьмой дом — это сфера зависимости и чужих ресурсов. И вот у вас возникает такая ситуация, когда вы находитесь на содержании у своих родственников, например, либо на содержании у мужа. Вы зависите от них. И это также может быть зависимость от каких-то других третьих лиц или организаций, которые вам в том числе помогают финансово, выдают финансирование. И вот тут стоит задача навести порядок, поправить свою самооценку, проработать страхи и уйти от этой зависимости. То есть восьмой дом — это дом кризисов и каких-то неприятностей. Поэтому вероятно, что даже путем внешних обстоятельств эта лавочка у вас прикроется. То есть, например, вашего супруга уволят, либо родственники больше не захотят или не смогут помогать, друзьям, например, надоест и так далее. Банки, например, просто не смогут выдавать вам кредит. То есть ситуации могут быть абсолютно разными. И вот тут задача стоит, чтобы навести порядок в своих убеждениях, в своем отношении к чужим деньгам, расквитаться с долгами, если есть. То есть вот решить вопрос со своей зависимостью. И потом тогда идти в развитие по второму дому. Скоро мы это обсудим. Что это значит? Вот что касается денег, то в 2024 году будьте аккуратны. Потому что есть риск также нарваться на мошенников, которые, например, там звонят из банка либо каких-то кредитных организаций. Или, например, кто-то из ваших партнеров может кинуть вас на деньги. Либо, например, это могут быть клиенты, если вы оказываете какую-то консультационную деятельность. Поэтому берите предоплату наперед. И вот, кстати, восьмой дом это также у нас про наследство, страховые выплаты. Поэтому кто-то даже обманным путем может лишить вас этого наследства и присвоить себе вашу долю или выплаты, которые вам полагаются. Также восьмой дом это дом исследований, поиска глубинных истин и знаний. И кто-то из вас может начать более глубинно изучать и практиковать эзотерические направления, например, астрологию, погружаться в психологию. И с одной стороны, это полезно, чтобы разобраться в себе, посмотреть правде в лицо, разобраться с какими-то своими страхами, проблемами, несовершенствами, попытаться принять себя и выработать конкретный план по устранению этих проблем. С другой стороны, это также хороший опыт, который поможет вам в работе с другими людьми, которые тоже оказались в кризисных ситуациях. И восьмой дом это про исследования. И вы вполне можете найти какие-то новые фишки, методы, направления, которые еще никто не использует и вы будете как будто первопроходец. Однако, не стоит к этому относиться очень поверхностно, размыто. То есть, фиксируйте обязательно каждую деталь, складывайте пазл, выводите систему, упаковывайте в конкретный и понятный алгоритм, который в дальнейшем можно применять. И это в целом рекомендация на весь период, на все полтора года, что надо держать себя в тонусе, держать руку на пульсе и не витать в облаках, а доводить все до конкретики, уделяя внимание деталям, вникая в процессы и ситуации, которые будут происходить. И для чего же это надо? Потому что ваша кармическая задача идет по сфере второго дома, а это в первую очередь сфера заработка. То есть именно там ждет ваш новый опыт. И как мы говорили, вам надо уйти от зависимости с другими людьми, чтобы научиться зарабатывать самостоятельно. И в этот период может появиться либо желание, либо какая-то необходимость устроиться на работу, либо кто-то из вас может даже придумать свой какой-то бизнес-проект. Кто-то из вас начнет играть просто на бирже, изучать тему инвестирования. И в целом это не просто про заработать и потратить, а это про заработать, отложить и приумножить. То есть тут важно научиться правильно распоряжаться своими финансами, накапливать свою кубышку. И как вариант вы даже можете пройти курсы по финансовой грамотности, ну, например, у кого с этим проблемы, либо нанять даже финансового консультанта по управлению своими ресурсами. И второй дом это еще сфера ораторского мастерства, то есть когда вы своим голосом можете воздействовать на окружающих, проводить, например, мастер-классы, какие-то вот мероприятия, или быть спикером на каких-то мероприятиях. И поэтому вы можете даже специально пройти курсы по ораторскому или актерскому мастерству, либо, например, заняться вокалом, чтобы прокачать свой голос. И эти навыки вы можете также успешно использовать в своей работе. И также второй дом это сфера нашей родительской семьи. И у вас появится, скажем так, больше желания видеться со своими родителями, проводить с ними больше времени. Либо обстоятельства будут складываться таким образом, что вам придется вникать в вопросы своей семьи и помогать им в решении каких-то дел, каких-то ситуаций. Либо вы будете поднимать историю своей семьи и изучать, например, свой род. По второму дому мы также еще смотрим наш нематериальный ресурс. И тут важно также научиться правильно распределять свое время, силы, энергии, потому что может возникнуть много желаний, много каких-то дел, которые надо решать. И вы как белка в колесе будете крутиться между всеми вот этими делами, которые возложите на свои, возможно, даже очень хрупкие плечи. Ну да, это будет такой режим многозадачности, но главное не переборщить, чтобы потом не выгореть. Иначе могут быть проблемы по здоровью. И вот, кстати, Раху, который аспектирует шестой дом, а это долги-враги-болезни, и тут здоровье выходит, конечно же, на первый план. И в первую очередь рекомендуется заняться именно своим питанием, то есть следить за тем, что попадает в ваш организм. Можно сесть, например, на диету или обратиться к нутрициологу. И опять же, старайтесь не налегать на лекарственные препараты, хотя может казаться, что это более легкий и быстрый способ избавления от проблем. Если ситуация позволяет, то лечиться лучше травами и витаминами, хотя в целом при таком транзите рекомендуется пройти даже полное обследование, чтобы наверняка убедиться, что у вас со здоровьем все в порядке. И также шестой дом нам подтверждает, что у вас может быть очень много рутинных дел, с которыми вам придется справляться. И решать вам это придется, не поднимая головы. И тут все-таки важно правильно распоряжаться своим ресурсом, потому что в целом эта же многозадачность, она может проявляться и в том числе в ваших рабочих процессах. Возможно, ваш заработок будет зависеть от того, сколько вы выполнили или в целом насколько сильно вы будете стараться зарекомендовать себя, что тоже вот с головой можете уйти просто в эту работу. Ну или может быть другая ситуация, когда вы просто захочется кому-то из коллег помочь на работе и будете работать из-за себя из-за того парня. Также Раху дает свой аспект на 10-й дом гороскопа и снова подтверждает, что ваш статус поменяется вот как профессиональный, так и в социально-глобальном каком-то смысле. То есть кто-то устроится на работу, кто-то получит гражданство, а кто-то просто выйдет замуж или разведется. Поэтому для вас, водолеи, в общих чертах прогнозы на ближайшие полтора года такие. А мы идем дальше. И следующие у нас восходящие рыбы. Уры и Раху переходят в первый дом гороскопа, а Кета переходит в седьмой дом гороскопа. Поэтому расставить точки над И и навести порядок придется в сфере партнерства по седьмому дому, чтобы потом перейти в реализацию и развитие по первому дому. Но давайте начнем с обсуждения в первую очередь седьмого дома, а это сфера отношений. Поэтому придется пересмотреть все свои отношения как любовные, так и отношения с партнерами, с клиентами и навести в них порядок. Например, вы состоите в отношениях, но настанет такой момент, когда вы поймете, что отношения уже себя по сути и жили и в какой-то степени вам захочется поставить финальную точку и выйти из этих отношений. Либо у вас могло быть, например, несколько отношений, несколько партнеров, несколько ухажеров и наступит такой момент, когда вы подумаете, а зачем, блин, я на них трачу столько времени, зачем я на них распыляюсь? Ведь, ну ведь, по сути-то, в мире очень много всего интересного, на что можно потратить свое время. И вам не захочется спускать свое время впустую, поэтому придется сделать выбор и отказаться от всех кандидатов. Либо оставить, например, только самого верного и надежного. Либо из-за того, что ваш вектор внимания будет направлен на другие темы, в которых вы должны будете приобрести новый жизненный опыт, ваши отношения априори отойдут на второй план. И вы со своим партнером будете меньше проводить времени, будете меньше общаться. И, по сути, это станут не отношения, а какое-то вот просто сожительство на выгодных условиях. Но в целом вот эти вопросы вам все-таки придется решать друг с другом, расставлять точки над «и», устанавливать правила в отношениях, которым должны все следовать. и не получится просто пустить все на самотек и делать вид, что все нормально. Однозначно надо будет вовлекаться в проблемы пары, в проблемы семьи, обсуждать их и решать их. Либо это могут быть даже какие-то вот тайные отношения и партнер, которого вы будете скрывать от окружающих и держать в декрете, ничего про него не рассказывая, например. И тут может быть кстати два варианта. Либо вы холосты и просто не хотите распространяться про свою жизнь, либо вы женаты и будете скрывать своего любовника или любовницу, но помните обязательно, что всегда все тайное становится явным. И такая ситуация в течение этих полутора лет может вскрыть то, что приведет к расставанию со своим основным партнером. То есть в целом вы можете даже столкнуться с такой ситуацией, что какие-то третьи лица, какие-то ваши партнеры, которым вы доверяете, могут вас обманывать, особенно на протяжении 2024 года, когда кету будет идти по накшатри хаста. Ну или в крайнем случае ваш партнер также может стать жертвой мошенников. Аналогичная ситуация у нас касается и бизнес-партнерства. С кем-то из своих партнеров вы расторгнете, например, контракты, с кем-то прекратите общение. И при таком транзите есть большая вероятность, что часть ваших клиентов тоже уйдет от вас. Или вам станет не столь интересно вести какие-то консультации, или вы просто смените вектор своей работы. Либо, например, вы работаете в отделе продаж, и вас могут также перевести в какой-то другой отдел, или вы поменяете работу, где не надо будет общаться с клиентами в таком потоковом состоянии. Но в целом ваша кармическая задача состоит в том, чтобы обрести личное пространство, обрести смыслы своего существования, обрести смыслы своего позиционирования. То есть новый опыт, который вы должны приобрести, касается непосредственно вас и вашего бренда. Это время, когда вам придется подумать, кто вы и что вы, поискать в себе те смыслы и таланты, которые вы можете транслировать в окружающий мир. Это время, когда вы можете заняться саморазвитием и активно вкладывать, например, в себя. Как вариант изменить внешний вид, купить новую одежду, обновить гардероб, изменить прическу, устроить себе фотосессию. И все вот эти инструменты и атрибуты, они будут использоваться для создания и продвижения личного бренда. И это отличный транзит для продвижения себя в обществе, работы над профессиональным и экспертным брендом. Возможно, вы начнете прорабатывать свой стиль в результате получения даже новой руководящей должности. И в целом, как мы говорили уже в начале этого видео, раху в рыбах это иллюзия. И у вас может быть какая-то иллюзия относительно себя. Например, вы можете выдавать себя за того, кем не являетесь, либо создавать себе какой-то вымышленный образ и так далее. Но, как мы уже поговорили, все-таки постарайтесь просто не визуализировать и придумывать какие-то образы, а постарайтесь найти именно те смыслы, которые вы хотите транслировать и продвигайтесь в обществе через эти смыслы. Если у вас с этим туго, обратитесь за помощью к специалистам, которые помогут обозначить вам этот вектор и упаковать вас относительно ваших знаний и интересов. При таком транзите также важно заняться своим здоровьем, потому что может обостриться какая-то инфекционная болезнь, и вам придется быстро принимать меры. И лучше, скажем так, проявить бдительность и заранее принять меры. Например, в серии пройти обследование, сдать анализы, принимать витамины, вести здоровый образ жизни и так далее. А еще вам придется поработать над своей репутацией. А репутация это не только внешний вид. И так как Раху аспектирует у нас все-таки пятый дом гороскопа, то вполне возможно вы будете проходить какое-то специализированное обучение, курсы, мастер-классы, посещать профессиональные конференции или иного рода мероприятия, которые позволят вам приобрести вот эти новые знания, навыки, которые помогут вам в вашем развитии, помогут также найти смыслы в себе. Также такой аспект обещает появление детей, если для вас это актуально. Но если это, например, не ваши дети, тогда это могут быть ваши последователи и ваши ученики. Но, к сожалению, эту детализацию мы можем увидеть только персонально, непосредственно в вашем гороскопе. То есть у каждого из рыб проиграется свой случай. Еще такой же аспект может указывать на создание своего детища. Но, по сути, ваш личный бренд, развитие вашего личного бренда и будет вашим детищем, в который вы будете направлять всю свою энергию. Также Раху у нас аспектирует девятый дом гороскопа, а это про расширение своего мировоззрения. То есть чем шире вы смотрите на мир, тем лучше. И в развитии своих взглядов также можно использовать опыт других стран, изучать мировую культуру, перенимать опыт коллег иностранцев. И в какой-то степени вы также можете стать наставником, экспертом, который транслирует свое мнение и передает другим людям свои знания, свои наблюдения, свое экспертное мнение. То есть вы как прекрасный лотос должны просто раскрыться и показать то, что было спрятано внутри вас долгие годы. То есть раскрыть свой личный бренд и показать экспертность. Вам также захочется подружиться с кем-то из ваших, например, учителей и наставников. Либо вы можете вовлекаться в их проекты. Вас, например, могут пригласить стать преподавателем или куратором в какой-то образовательный продукт. Или вам предложат выступить на какой-нибудь конференции. Или вы просто, например, в рамках своей работы будете помогать новым сотрудникам, обучать их и, скажем так, возьмете их под свою опеку. Но помните, что личное развитие возможно только, когда у вас будет полный порядок в личной жизни. Либо вы финально расставите все точки над «и», либо подпишите какие-то партнерские соглашения, утвердите правила поведения и взаимодействия. То есть в целом тут ситуация, когда вам надо выстраивать вот этот баланс по оси «я-партнер», чтобы не было перекипа в какую-то из сторон. Либо в сторону «я», либо в сторону партнера. И постарайтесь однозначно найти компромиссы и не обрывать кардинальным образом взаимоотношения со своими партнерами, полностью растворяясь в себе и в своем превосходстве. То есть научитесь строить здоровые отношения. Создавая себе вот этот пыл. Так что, дорогие рыбы, картина для вас на ближайшие полтора года в общих чертах такая. Я желаю вам удачи. И давайте мы еще обсудим, какие дополнительно будут результаты, если у вас в знаках «девы» и «рыбы» есть планеты. Начнем со знака «девы». Если в вашей натальной карте в знаке «девы» находится солнце и, соответственно, кету своим транзитом будет идти по вашему натальному солнцу, то может проявиться какое-то стеснение, страх, боязнь, боязнь выступлений на публике. То есть человек сам может себя недооценивать и даже обесценивать, либо другие люди попытаются навредить вашему статусу, вашей репутации и обесценить ваши труды. Возможно, вы даже будете заниматься каким-то самобичеванием и жизненные цели, ориентиры вполне могут потерять свою актуальность и улететь в черную дыру. Если в знаке Девы у вас будет находиться Луна, тогда это может проявиться как подавление своих эмоций, подавление переживаний, возможно, искаженное восприятие различных ситуаций, и в целом это желание эмоционально абстрагироваться от происходящего, и даже не вникать сильно в детали, потому что эмоции и аналитика вещи абсолютно несовместимые, но при этом вам могут сниться вещи сны, и это отличное время для того, чтобы заниматься духовными практиками. Если в Деве находится Меркурий, тогда становится сложно выражать свои мысли, речь путается, либо вы можете выражать свои мысли в какой-то непонятной форме. Также может ухудшаться память, но при этом вполне возможны вспышки озарения, и информация может восприниматься вами на каком-то тонком плане. То есть вы начинаете видеть и считывать знаки, например, или даже с таким положением можно углубиться в познание экстрасенсорных и эзотерических направлений. Если в вашем гороскопе Марс находится в Деве, тогда вам может быть сложно управлять своей энергией и активностью. И получается, что вы можете либо очень сильно бодрствовать и чувствовать прям такой прилив сил, то потом наоборот полный упадок сил и апатия к каким-то действиям. Также может быть проявлена какая-то нерешительность или просто нежелание что-либо делать. И если говорить уже про активность, то надо заниматься более спокойными видами спорта и не насиловать себя активной физической нагрузкой и спортзалами. Далее, если в Деве у нас находится Венера, то в вашем гороскопе стоит ожидать отсутствия влюбленности само собой, нет ощущения романтики, отношения бесят и раздражают. То есть все, что касается любви, отдыха и развлечений вы можете осквернять. Также с таким положением очень сложно расслабиться, сложно получать удовольствие. Может тянуть не к тем партнерам. И в лучшем случае вам просто будет недоотношений, а в худшем вы будете проверять партнера на прочность и терпение. Поэтому вполне возможны какие-то испытания в любви. Далее, если в вашем гороскопе в Деве находится Юпитер, то это прекрасный транзит для того, чтобы заняться духовностью, чтением философии, психологии, приобретением новых знаний. То есть в этом транзите соединяются две духовные планеты. И тут духовность преобладает над материальным. Поэтому прекрасное время, которое позволит приобрести мудрость, целомудрие, проницательность, способность видеть суть каких-то вещей, оценивать ситуации с высоты птичьего полета и так далее. Если в вашем гороскопе в Деве находится Сатурн, то тут однозначно будут сложности с самоорганизацией, дисциплиной и ничего не хочется делать. Вы не будете сдерживать свое слово, можете потеряться как-то во времени, срывать сроки и одним словом проявлять безответственность и потерянность какую-то. И как результат и в работе и в жизни будут испытания. И будет ощущение, что скажем так, лучше напиться, чем все это видеть и проживать. И теперь давайте перейдем к описанию планет, если они в вашем гороскопе находятся в знаке рыб. Если в знаке рыб в вашем гороскопе находится солнце, то тут амбиции наоборот, зашкаливать. Проявится обостренное желание светить, сиять, всем себя показывать, захочется славы и популярности, но будьте аккуратны, потому что есть риск поймать звезду и проявлять как результат высокомерие и эгоизм по отношению к другим людям, что негативно может сказаться на ваших отношениях. А если вы будете немного притормаживать своих коней, тогда есть хорошие шансы реализовать свои амбиции, получить хорошую репутацию и стать авторитетной личностью в коллективе. Далее, если в вашем гороскопе в рыбах находится луна, тогда может проявиться избыточная эмоциональность, то есть это эмоции в квадрате и ситуации, когда вы из мухи будете делать слона или эмоционально реагировать на какие-то даже совсем пустяковые вещи. Также может быть много переживаний, много стрессов, либо эмпатии по отношению к другим людям. Но при этом это хороший транзит, чтобы развивать интуицию и заниматься своими духовными и ментальными практиками. Если в вашем гороскопе в рыбах находится Меркурий, то с транзитом раху очень хорошо развивать писательские и ораторские навыки. С таким положением вам хочется больше контактов, больше знакомств, больше общения, и вы даже можете начать изучать иностранные языки или начать проявляться в социальной жизни, например, вести блог и путем блога, путем написания текстов выражать свои мысли и эмоции. Если в вашем гороскопе в рыбах находится Марс, тогда у вас будет очень много энергии, что прям горы свернуть готовы. И по сути вы даже можете и не знать куда девать всю эту энергию, из-за чего можете даже очень импульсивно реагировать на происходящее событие в жизни. Поэтому тут однозначно стоит направить всю эту энергию на физические активности, но всего должно быть в меру, имейте это в виду. Если в рыбах находится Венера, тогда будет очень много любви, чувственности, причем настолько, что вы можете с головой уйти в отношениях и вообще даже не видеть краев. Хочется больше наслаждаться, больше развлекаться, и вообще очень сложно себе будет отказывать в каких-либо удовольствиях. И вы можете раствориться как в одном партнере, так и этих партнеров может у вас быть очень много, потому что по сути с таким положением вашей любви хватит на всех. И если в рыбах у нас находится Юпитер, то тут склонность уж очень идеализировать мир, идеализировать других людей, идеализировать обстоятельства, как будто вы смотрите на ситуацию через какие-то розовые очки и не способны трезво оценить все за и против. При таком положении можно стать фанатиком какой-либо идеей и настойчиво и фанатично продвигать ее, терроризируя абсолютно всех вокруг. То есть вас в какой-то степени могут даже начать считать не от мира сего. И последнее давайте разберем, если в знаке рыб находится Сатурн, вы начинаете требовать от себя по сути невозможного, как будто вот вогнали себя в жесткие колючие рукавицы и шаг вправо, шаг влево будет расстрел. Очень сильно проявлена самокритика с таким положением и стремление к перфекционизму. Но по факту это могут быть и какие-то качели, ведь рыба-то у нас знак двойственный, и даже несмотря на всю жестокость правил, которые вы будете по отношению к себе применять, периодически, скажем так, возможны сбои в программе и какое-то выгорание. И конечно же, конечно же, если так случилось, что Раху и Кету попали на аналогичное положение Раху и Кету в вашей карте, то есть когда Раху в рыба, Хакету в деве, то это своего рода экзамен по тем сферам жизни, которые мы озвучивали с вами в этом видео выше, потому что это априори ваша кармическая задача на эту жизнь, и сейчас происходит проверка, в том ли вы направлении двигаетесь, и вообще в тех ли направлениях ну как бы себя реализовываете, тот ли опыт получаете. Поэтому для вас как никогда уроки в ближайшие полтора года будут очень важными и значимыми. А если в вашем гороскопе Раху и Кету стоят в противоположных знаках от транзита, то есть Кету в рыбах и Раху в деве, тогда это перевертыш, который показывает вам вашу кармическую задачу, которая в целом-то предназначена вам по жизни, но с другой стороны медали, то есть скажем так подготавливает почву и очищает пространство для новых свершений. Это по сути можно считать как период обнуления. Поэтому, друзья, надеюсь информацию из этого видео вы возьмете себе на вооружение и поделитесь этим видео со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что тут будет много полезной информации. С вами была Саша Ващилка и до новых встреч!